Подождите. Лян Лувань был бескровно бледен и страшно закричал. Кто ты? Ты, ты не можешь убить меня. Уголок губ Хуан Сиалуна слегка изогнулся в усмешке, когда он посмотрел на Лян Лувань. Он игриво спросил. Почему я не могу тебя убить? Это потому, что ты лидер секты песчаных волн. Лян Лувань на секунду отключился. В этот момент он наконец понял, что его личность бесполезна в глазах черноволосого молодого человека. Я, я, что, если ты не убьешь меня, я могу тебе подчиниться. Лян Лувань заикался. Подчиниться мне? Хуан Сиалун потянулся с полным безразличием. Увидев безразличное выражение лица Хуан Сиалуна, Лян Лувань поспешил. Правильно, подчиниться тебе. Я могу быть твоим подчиненным. Вся наша секта песчаных волн будет подчиняться тебе, каждый будет подчиняться тебе. Будешь моим подчиненным? Высмеивал его Хуан Сиалун. Ты говоришь мне, что готов стать моим подчиненным даже после того, как я убил твоего сына. Тебе не хочется разорвать меня на миллион кусочков? Разве не ты только что орал, что хочешь отомстить за своего сына, всего несколько минут назад? Разве ты не хочешь, чтобы я умер смертью хуже твоего сына? Каждое слово Хуан Сиалуна было как игла, колющая его сердце. Хуан Сиалун убил его сына. Было бы ложью сказать, что он не ненавидел Хуан Сиалуна. Ни одного дня не прошло за последние 10 лет, когда он не думал об убийстве Хуан Сиалуна. Он действительно думал о том, чтобы отомстить за своего сына в будущем, если бы ему удалось выжить на этот раз. Хуан Сиалун подал знак зверю Сюйбайшину, и тот ответил, ударив по Лян Луваню ладонью. Зрачки Лян Лувана расширились от страха. Он обернулся, пытаясь сбежать, но Сюйбайшин шлепнул его по земле. Разъедающая дьявольская цисла Донесюй Байшина мгновенно превратила труп Лян Луваня в не что иное, как в белые кости. Все великие старейшины секты песчаных волн стали смертельно бледными, когда стали свидетелями смерти Лян Лувана. Но никто из них не пытался бежать, так как они знали, что им невозможно сбежать. Хуан Сиалун холодно посмотрел на белые кости Лян Лувань. Хотя он кратко думал о покорении Лян Лувана, его совершенствование было слишком низким для того, чтобы оставить метку на душе Лян Лувана. Это не позволило бы ему полностью контролировать Лян Лувана. Следовательно, Лян Луван должен был умереть, чтобы предотвратить будущее неприятности. Хуан Сиалун заметил упавшее пространственное кольцо Лян Лувана и протянул руку, чтобы схватить его. Уничтожив ограничение пространственного кольца, Хуан Сиалун был потрясен, обнаружив его содержимое. В пространственном кольце было множество духовных камней, травяных компонентов, божественных шариков и божественных артефактов. Это ослепило Хуан Сиалун на секунду. В то же время Хуан Сиалун был озадачен. Даже если бы Лян Лувань был лидером секты песчаных волн, он не мог обладать таким количеством духовных камней, трав, божественных шариков и божественных артефактов. Он повернулся и указал на одного из великих старейшин секты Песчаных Волн и спросил об этом. Только тогда он узнал, что группе Лена Лувина удалось найти сокровище в центре Звезды Без Души. Хуан Сиолун покачал головой, думая, что Лян Лувину совсем не повезло. Хотя Лян Лувань получил большое сокровище, он был мертв и не мог потратить его. Вместо этого сокровище принесло пользу Хуан Сиолуну. Хуан Сиолун убрал пространственное кольцо Лена Лувина. Затем он посмотрел на группу великих старейшин секты Песчаных Волн. Убивать или не убивать, в конце концов, Хуан Сиолун не убил великих старейшин секты Песчаных Волн. Он заставил всех их тактично подчиниться ему. Ни у кого не было никаких возражений. Хуан Сиолун равнодушно посмотрел на великих старейшин секты Песчаных Волн. Он знал, что эти люди не были преданы ему, но это не имело значения. Когда его паразитическая среда Великого Тумана вступит во вторую стадию, и он сможет создавать червей Великого Тумана, и тогда у этих людей не будет другого выбора, кроме как показать ему свою преданность. Глава 1334 Сокровище Тиньву после покорения великих старейшин секты Песчаных Волн группа Хуан Сиолуна продолжала лететь в пещеру-призрак, о которой упоминала маленькая корова. С дополнительными 42 старшими старейшинами Песчаных Волн и шестью духовными зверями, прирученными ранее, большая группа Хуан Сиолуна была поразительным зрелищем. По пути Хуан Сиолун получил больше информации о секте Песчаных Волн от одного из старейшин. Он задал ему несколько вопросов, например, находился ли кто-либо из предков секты Песчаных Волн на поле битвы с экстерриториальным дьяволом, или об общем количестве экспертов по секте Песчаных Волн и так далее. Великие старейшины секты Песчаных Волн не смели ничего скрывать и поэтому честно отвечали на вопросы Хуан Сиолуна. Всего в секте Песчаных Волн было шесть предков. Трое из этих предков находились на поле битвы с экстерриториальным дьяволом, а остальные трое остались, чтобы охранять штаб-квартиру секты. По прибытии трое предков направились прямо в глубины поля битвы с экстерриториальным дьяволом. Они действовали отдельно, поэтому они не были с Лян Луваном. Они отправились в глубины поля битвы с экстерриториальным дьяволом в поисках сокровищ Тиньву. Хуан Сиолун был удивлен. Никто еще не утащил сокровища Тиньву. Он пробыл в пространстве хаоса Золотого Дракона Молнии 14 лет. Иными словами, сокровище Тиньву появлялось более 10 лет назад. Хуан Сиалун думал, что сокровище Тиньву будет забрано кем-то после такого долгого времени. Великий старейшина секты Песчаной Волны Дженгуавин покачал головой и ответил, пока нет. Насмешка появилась на губах маленькой коровы. Она посмотрела на Хуан Сиалуна и сказала, просто кучка дураков. Они могут только мечтать о получении сокровища Тиньву. Если царство бога предка идут туда, это равносильно самоубийству. Там лежат слои и слои образований, и мастер конца 10 уровня царства бога предка, в лучшем случае, может добраться до самого внешнего слоя сокровищницы Тиньву. Затем она посмотрела на Дженгуавина. Много мастеров царства бога предка уже мертвы? Дженгуавин посмотрел на маленькую корову. Он выпучил глаза от удивления. Да, сказано, что более тысячи предков уже пали. Более тысячи предков. Хуан Сиалун и Фенер были шокированы. У большинства из этих мастеров поколения предков было культивирование в конце 10 уровня царства древнего бога. Тем не менее, более тысячи из них пали. Тысяча, это не так уж и много. Маленькая корова продолжила. Возможно, некоторые силы в божественном мире знают, что надежды нет, поэтому они не участвовали. Она повернулась к Хуан Сиалуну и сказала. По правде говоря, сокровищница Тиньву появлялась однажды 10 миллионов лет назад, и различные силы божественного мира боролись за то, чтобы вырвать ее, но остались только реки крови. Не только совершенствующееся царство бога предка, но даже большое количество мастеров царства бога короля потеряли свои жизни тогда. Хуан Сиалун почти не мог в это поверить, даже многие мастера царства бога короля умерли. Являются ли ограничительные формирования сокровища Тиньво настолько мощными? Фенер не могла не спросить. Маленькая корова закатила глаза. Конечно, это сокровище, оставленное пареньком под именем Небесный Боевой Король. На момент своей смерти он был мастером царства бога короля в конце 10 уровня и хорошо разбирался в массивах. Весь божественный мир признавал его выдающийся талант в массивах. Пик позднего 10 уровня царства бога короля – исключительный гений в массивах, так что, как вы думаете, какие массивы он мог организовать? Все громко ахнули. Пик позднего 10 уровня царства бога короля хорошо разбирался в массивах. Неудивительно. Тем не менее, Хуан Сиалун заметил одно, что сказала маленькая корова – она назвала небесного боевого короля пареньком. У великих старейшин секты песчаных волн были странные выражения на лицах. У некоторых даже вспыхнуло пренебрежение в глазах, когда они подумали, что это был блеф маленькой коровы. Но, мастер, после того, как ты перейдешь к высокому уровню царства бога предка, я отведу тебя к самой сокровищнице Тиньву. Я уверена, что ты сможешь захватить ядро формирования сокровищницы Тиньву. Маленькая корова проигнорировала презрение в глазах великих старейшин секты песчаных волн, когда она сказала это Хуан Сиалуну. Презрение в глазах великих старейшин секты песчаных волн стало еще глубже, когда они услышали маленькую корову. Даже несмотря на то, что мастера царства бога короля не смогли достичь внутреннего образования сокровищницы Тиньву, эта корова все еще хочет войти туда, несмотря на то, что находится на высоком уровне силы царства древнего бога. Ну и шутка. Хуан Сиалун был в восторге, потому что он абсолютно верил в слова маленькой коровы. Затем корова добавила. Тем не менее, этот парень заложил великое образование великого текущего песка над сокровищницей Тиньву. Следовательно, она исчезнет в пустоте, если никто не пойдет туда в течение 100 лет после ее появления. Хуан Сиалун, Феннер и остальные не ожидали этого. Это ты говоришь, что мне нужен прорыв к высокому уровню царства бога предков в ближайшие 100 лет? Хуан Сиалун спросил, чувствуя себя озадаченно. Маленькая корова продолжала. Не 100 лет, осталось только 80 лет. Хуан Сиалун молча чмокнул губами. Несмотря на то, что он был уверен в своем таланте, даже он знал, что ему невозможно прорваться к высокому уровню царства бога предка за 80 лет. Если требованием было среднего уровня царства бога предка, был еще шанс его выполнить. Тем не менее, Хуан Сиалун сомневалась. Маленькая корова, кажется, знакома с этим небесным боевым королем, иначе как она может так много знать о сокровищнице Тиньву? Старшая Сианью, может быть, ты знала этого небесного боевого короля? Дьявол Суйбайшин задал вопрос, который также был на языке у Хуан Сиалуна. Но маленькая корова резко ответила. Нет. Все великие старейшины секты песчаных волн издевались над маленькой коровой. Она блефовала, но в конце концов она и небесный боевой король, ничто иное, как незнакомцы. Я знала наставника этого ребенка. Маленькая корова ответила, оставив великих старейшин секты песчаных волн в шоке. Ты, ты знала наставника небесного боевого короля. Один из великих старейшин секты песчаных волн с недоверчивым выражением взглянул на маленькую корову. Маленькая корова даже не удосужилась взглянуть на этого великого старейшину и ответить. Видя ее реакцию, великий старейшина секты песчаных волн еще раз подумал, что маленькая корова блефует. Все они были так глубоко поглощены своими разговорами, что даже прежде, чем узнали, они уже достигли пещеры призрака, о которой упоминала маленькая корова. Призрачная пещера была расположена на склоне гигантской горы своеобразной формы. Вход в пещеру призрак был не очень большим, но его было достаточно, чтобы в него могли одновременно войти четыре человека. Снаружи пещера выглядела очень темной. Как только они достигли устья пещеры, Хуан Сиолун почувствовал холодный ветер. Эти ветры были холоднее, чем бездушный холодный ветер. Он не смел ступать туда без оглядки, поэтому он распространил силу света своего верховного божества Будды и обернул ее вокруг своего тела. Как только он собирался войти в пещеру призрак, к ним подлетела группа людей. Группа из 30 человек, одетых в небесно-голубые парчевые одежды с яркими символами на манжетах. Они излучали мощный импульс, который был даже сильнее, чем великие старейшины секты песчаных волн. Давление со стороны нескольких человек, стоявших перед группой, было не слабее, чем от Фен-Ир. Эта группа в голубых одеждах была удивлена, увидев группу Хуан Сиолуна. В конце концов, немногие люди осмеливались искать травы в пещере-призраке. Это Чжан Юньба из голубых духовных врат. Вы также пришли в пещеру призраков, чтобы искать травы? Призрачная пещера чрезвычайно опасна. Риск уменьшается с числом, будем ли мы сотрудничать в исследовании этой пещеры-призрака? Предложил старик из голубых духовных ворот. Его взгляд был прикован к Фен-Ир. По его мнению, Фен-Ир была самой влиятельной среди группы Хуан Сиолуна, поэтому он предположил, что она, скорее всего, приняла решение в своей группе. Это было потому, что зверь Сюй Байшин скрывал свою силу, следовательно, старик не мог понять его силу. Тем не менее, Хуан Сиолун, который был лишь незначительным пиком в конце ученика 10 уровня царства древнего бога, сказал, «Извините, мы не собираемся присоединяться ни к одной группе». Глава 1335. Если они знают, каким же будет лучше? Хуан Сиолун не счел необходимым объединиться с группой врат синего духа, поскольку зверь Сюй Байшин был мастером царства бога короля второго уровня. По словам маленькой коровы, хотя в пещере было множество призраков, самые сильные были только в конце 10 уровня царства бога предка. Другими словами, в пещере не было призрака в царстве бога короля. Хуан Сиолун был уверен, что его группа сможет позаботиться о себе. Группа врат синего духа была ошарашена, когда Хуан Сиолун заговорил с ними вместо Феннер. Не говоря уже о том, что он был культиватором позднего 10 уровня царства древнего бога. И в довершение всего он прямо отклонил предложение сотрудничать с ними. Ученики врат синего духа явно думали, что объединение сил принесет пользу обеим сторонам. Вперед! Хуан Сиолун сказал маленькой коровке Феннер и остальным. Как только группа Хуан Сиолуна сделала шаг к пещере, один из экспертов врат синего духа рявкнул. Стоп! Затем он яростно посмотрел на Хуан Сиолуна и сделал выговор. Ублюдок, что ты, черт возьми, возомнила себя. Как ты смеешь так говорить с нашим предком? Даже вожди высших сил вежливо обращаются к предку Чжан Юньба. К какой секте ты принадлежишь? По их мнению, Хуан Сиолун был всего лишь пиковым учеником позднего 10 уровня царства древнего бога, но предок Чжан Юньба лично пригласил их к сотрудничеству. Но его группа была столь неблагодарной, они отказались от этого щедрого предложения. Хуан Сиолун остановился и обернулся. Его глаза опасно сузились, когда он посмотрел на эксперта врат синего духа. Зверь Сюйбайшин, Феннер, Гейгер также повернулись, чтобы резко взглянуть на эксперта врат синего духа. Что ты, черт возьми, о себе возомнил? Как ты смеешь грубо говорить с нашим лордом усадьбы? Какие врата синего духа, я никогда даже не слышал об этом. Морозный голос Гей прозвучал, когда он выпустил ауру мастера 10 уровня царства бога предка. Хотя эксперт врат синего духа сам был высокопоставленным мастером царства бога предка, он совершенствовался еще на 7 уровне царства бога предка. Под давлением Гей он не мог даже дышать. Поток воздуха был для него полностью застойным, и мир, казалось, застыл. Предок Чжан Юньба неожиданно сказал Хуан Сиолуну, «Мои извинения, люди моей секты говорили грубо, пожалуйста, не обращайте внимания на его ошибку». Взгляд Хуан Сиолуна скользнул по лицам людей врат синего духа, на секунду задержавшись на человеке, который предупреждал его ранее. Затем он повернулся и вошел в пещеру, не сказав ни слова. Когда Хуан Сиолун исчез в пещере призраки, зверь Сюйбайшин, Фыныр и другие быстро последовали за ним. Великие старейшины секты песчаных волн злорадствовали, поскольку они предполагали, что между Хуан Сиолуна и группой секты синего духа разразится драка, поскольку они хотели воспользоваться этим шансом избежать. Никто не думал, что враждебная атмосфера внезапно рассеется с помощью нескольких слов и улыбки от предков врат синего духа Чжан Юньба. В конце концов, великие старейшины секты песчаных волн могли только нести с собой свое разочарование, пока они неохотно следовали за Хуан Сиолуном, Фыныр и другими в пещеру призраков. После того, как большая группа Хуан Сиолуна исчезла в пещере, эксперт врат синего духа, который ругал Хуан Сиолуна, сердит охмыкнул. Откуда взялся этот сраный лорд поместья? Предок, мы должны были захватить их всех. Мы могли бы заставить их исследовать путь для нас в пещере в качестве пушечного мяса. Другой предок врат синего духа, Цзян Дуньян, покачал головой. Их не так просто поймать. Сила этой девушки эквивалентна четырем нашим силам. Двое молодых людей на ее стороне, мастера раннего 10 уровня и середины 10 уровня царства бога предка. Не говоря уже о том, что группа людей позади, если я не ошибаюсь, должна быть великими старейшинами секты песчаных волн из Миропочтения. Секта песчаных волн Миропочтения, сомнением повторили остальные. Зачем группе великих старейшин секты песчаных волн следовать за этим черноволосым молодым человеком? Если я правильно помню, три предка секты песчаных волн также заглянули на поле битвы с экстерриториальным дьяволом. Этот черноволосый молодой человек, всего лишь пик конца 10 уровня царства древнего бога, как он мог иметь так много последователей царства бога предка? Странно, один из великих старейшин врат синего духа также был сбит с толку и добавил. Кроме того, он какой-то еще лорд поместья. На соседних мирах, культиваторы 10 уровня уже становятся лордами поместья. Джан Юньба сказал, Вокруг поля битвы с экстерриториальным дьяволом существует более 10 тысяч миров, и есть бесчисленное множество лордов поместьй. Мы ничего о них не знаем. Мы пришли сюда, чтобы найти листья травы 9 оборотов и иллюзорные плоды души черной тени. Надеюсь, они не ищут этих двух вещей. Предок, если они ищут те же две вещи, что и мы? Спросил один из них. Глаза Джан Юньба резко сверкнули. Если они знают, что им же лучше, и не лезут нам под ноги, то все хорошо. Если они бестактны, пусть они станут призраками этой пещеры. Пошли. Группа Врат Синего Духа влетела в пещеру призраков. К этому времени группа Хуан Сиалуна пролетела глубже в пещеру призрак с обрывистыми стенами пещеры. Порывы призрачных ветров дули из глубины призрачной пещеры. Чем глубже они шли, тем холоднее и сильнее становились ветры, сопровождаемые бездушным холодным ветром и смертельной ци. К этому моменту Хуан Сиалун уже вызвал магическое одеяние желтых источников. Он ехал на маленькой корове, в то время как зверь Сюйбайшин и другие были вокруг него, прокладывая дорогу. Магические символы на волшебном одеянии желтых источников ярко мерцали, блокируя весь призрачный ветер, бездушный холодный ветер и смертельную ци, дующие к ним. Тем не менее, каждый активировал свои божественные доспехи, а также сформировал защитный барьер божественной силы. Фэнер, Гейгер сформировали последнюю линию обороны, чтобы предотвратить засады призраков. Впервые великие старейшины секты песчаных волн увидели магическое одеяние желтых источников Хуан Сиалуна. Жгучие желания и жадность мерцали в их глазах после того, как они увидели силу магического одеяния желтых источников. Хотя они не могли распознать магическое одеяние желтых источников, у великих старейшин секты песчаных волн было достаточно зрения, чтобы судить, что эта одежда была мощным древним артефактом, возможно, изначальной боевой одеждой. Аррррр. Внезапно призрачная ци дрогнула, призрак вылетел из стены пещеры с открытым ртом на Хуан Сиалуна. Однако Сюйбайшин лишь легко ударил, и призрак взорвался в тумане, еще до того, как ему удалось допрыгнуть на полпути к Хуан Сиалуну. Мысль вспыхнула в голове Хуан Сиалун, и он быстро распространил мандат Пакта Крови. Хуан Сиалун проглотил призрачный туман в свое теле перед глазами каждого. Почти одновременно энергия молнии в бассейне Хаоса Золотого Дракона начала превращать призрачный туман в энергию элемента и не энергию элемента тьмы, которые впоследствии были поглощены его тремя верховными божествами. Великие старейшины секты песчаных волн были ошеломлены. Это вообще возможно? Группа продолжала идти вглубь пещеры призраков. По пути они встретили еще больший засад, даже были призраки в конце 10 уровня царства бога предка. Все они были убиты зверем Сюибайшином. Зверь Сюибайшин продолжал убивать призраков весь путь, и Хуан Сиалун продолжал пожирать жертвы Сюибайшина. Тем не менее, в своем нынешнем царстве совершенствования и с истинным телом дракона он мог пожирать только призраков 4 уровня царства бога предка. Чем дальше они шли внутрь, тем более узкий туннель постепенно расширялся. Через 3-4 часа группа достигла широкого пустого пространства, напоминающего площадь. Стены пещеры с четырех сторон были заполнены большими черными дырами. Каждая черная дыра была призрачной тропой, ведущей в неизвестное место внутри пещеры призраков, в которой ведет. В конце некоторых из этих черных дыр есть места, где призраки размножаются и собираются. Там есть города-призраки, храмы-призраки и царства призраков, основанные призраками. Другие – это туннели, ведущие в другое пространство, или земля, наполненная различными травами, объяснила маленькая корова. Мы идем в эту черную дыру, там есть трава девяти поворотов и плод черной души. Все смотрели на черную дыру на восточной стороне стены пещеры. Глава 1336 Волшебный плод воды идем. Хуан Сиалун призвал маленькую корову, и она полетела к черной дыре на восточной стороне стены пещеры. Зверь Сюйбайшин быстро последовал за ними. За ним последовала группа великих старейшин секты песчаных волн, в то время как Феннер, Геегер вошли последними. Туннель был не особо просторным, и никто из них даже не мог видеть свои собственные пальцы во тьме пещеры. Тем не менее, призрачный ветер и холодный бездушный ветер были значительно слабее в этой части пещеры. Кроме того, группа Хуан Сиалуна также столкнулась с меньшим количеством призрачных существ. Это значительно облегчило их путешествие. Хуан Сиалун надел магическое одеяние желтых источников. Оно висело на его плечах, как плащ. Мерцающие магические символы и изображения великого дьявола, держащего топор на его поверхности, потускнили, но все еще чувствовали его величественную ауру, заставляя их сердца трепетать. Великие старейшины секты песчаных волн уже давно лихорадочно смотрели на магическое одеяние Хуан Сиалуна. Внезапно Хуан Сиалун посмотрел через плечо на великого старейшину секты песчаных волн Дженгуавина. Дженгуавин, что ты думаешь о моей магической мантии? Дженгуавин был застегнут врасплох резким вопросом Хуан Сиалуна из Далах. Заметив, что Хуан Сиалун смотрит на него, он поспешил ответить «Очень хорошие, очень сильные. Я никогда не видел такого мощного магического одеяния». Хуан Сиалун продолжал «По правде говоря, эта магическая одежда понесла серьезные повреждения, и ее сила упала на 90%, иначе она была бы еще более мощной, что сильные повреждения на 90% меньше энергии. Сердца великих старейшин секты песчаных волн задрожали. Другими словами, то, что они видели до сих пор, было только одной десятой силы магического одеяния. Если бы это было так, если магическое одеяние вернулось к своей пиковой силе, тогда на мгновение они даже не смели думать дальше. Но вскоре их желания и одержимость одеждой усилились. Хуан Сиалун усмехнулся, поскольку их выражения не ускользнули от его глаз. Он был уверен, что если бы не зверь Сюйбайшин, Феннер и другие, эти люди напали бы на него, чтобы схватить его одежду. «Пока вы всем не верны, я не буду плохо обращаться с вами». Хуан Сиалун добавил неожиданно. Джен Гуавин быстро подчинился. «Пожалуйста, будьте уверены, лорд усадьбы. Все мы, несомненно, верны лорду усадьбы, мы обязуемся всегда следовать за лордом усадьбы». После того, как великие старейшины секты Песчаных Волн подчинились Хуан Сиалуну, он приказал им обращаться к нему как к своему лорду усадьбы, как это сделали Феннер и другие. Разговор закончился, и в Черный Туннель вернулась тишина. Группа продолжала лететь глубже в Черный Туннель. Спустя почти два часа путь Черного Туннеля постепенно расширялся и становился все ярче. Кроме того, Хуан Сиалун и другие почувствовали запахи духовных трав, которые заставили их ускориться. «Исходя из нашей текущей скорости, мы доберемся туда через полдня». Маленькая корова сообщила Хуан Сиалуну. Хуан Сиалун кивнул. Прошло еще два часа, когда путь перед ними стал ярким. Все на секунду были удивлены, увидев перед собой пейзаж, вылетевший из Туннеля в открытое пространство. Они достигли другого конца туннеля. Перед ними был бесконечный диапазон гор, и все, что они могли видеть, были высокими горами. Пышная зеленая растительность в этих горах состояла из различных духовных растительных компонентов наряду с различными видами высоких старых деревьев. Воздух был наполнен ароматом этих трав. Кроме того, здесь не было холодного призрачного ветра и смертельной ци. Даже если бы были какие-то остатки призрачного ветра или смертельной ци, травяные запахи в воздухе сводили их на нет. Группа Хуан Сиалуна полетела в горы. Когда они летели над одной из многочисленных гор, один из великих старейшин секты песчаных волн воскликнул. «Это, это, это волшебный плод воды». Все смотрели на гору под ними. Несколько гигантских деревьев стояли по вершине горы. На этих гигантских деревьях висели кристаллические плоды зеленого цвета, а внутри этих плодов были пучки черной ци. Волшебный плод воды изначально был одним из редких духовных плодов ада, и никто не думал, что он появится здесь. Иногда аукционные дома в божественном мире продавали волшебные плоды воды по высоким ценам. Цена, которую великие старейшины песчаных волн не могли себе позволить. В доле секунды все великие старейшины секты песчаных волн бросились к вершине горы. Они продолжали сражаться между собой, чтобы забрать волшебный плод. Ярость сверкнула в глазах зверя Сюи Байшина, когда он наблюдал за тем, как великие старейшины секты песчаных волн спешат ухватить волшебный плод, не спрашивая разрешения у Хуансия Луна. Его ладонь потянулась и надавила. Все великие старейшины секты песчаных волн летели в разных направлениях, и их тела врезались в гору. Все великие старейшины секты песчаных волн были в ярости, когда Сюи Байшин напал на них из ниоткуда. Но они вздрогнули от страха, когда увидели морозный взгляд зверя Сюи Байшина, и пришли в себя. Что, хотите подраться? Звучал равнодушный холодный голос Хуансия Луна. Нет, мы не посмели бы. Группа великих старейшин секты песчаных волн поспешно отказалась. Убей его, сказал Хуансия Луна, указывая на одного из великих старейшин секты песчаных волн, так как именно он заставил остальных погнаться за волшебным плодом воды. Зверь Сюи Байшин махнул ладонью, и его огромная сила врезалась в грудь великого старшего секты песчаных волн. Еще до того, как он понял, великий старший взорвался в кровавом тумане. Джуан Пин, великие старейшины секты песчаных волн яростно уставились на Хуансия Луна. Ты, хотите меня убить? Взгляд Хуансия Луна скользнул по нескольким великим старейшинам песчаной волны, в то время как холодная насмешка поднялась в угол его губ. Я все время знал, что все вы хотели убить меня, чтобы отомстить за своего вождя секты. Раньше вы все молились, чтобы группа врат синего духа убила меня, я прав? Великий старейшина секты песчаных волн Джин Гуавин улыбнулся ему и сказал. Лорд поместья, должно быть, шутит. Все мы искренне поклялись в верности лорду поместья, скрытых мотивов нет. Лучше бы, чтобы так и было. Хуансия Лун заявил. Затем он повернулся к другим великим старейшинам секты песчаных волн, которые выглядели так, будто хотели убить его, и сказал. Раз вы хотите убить меня, я дам вам шанс, но только один шанс. Лица великих старейшин секты песчаных волн напряглись. Они были уверены, что Хуансия Лун не сможет их легко убить. Но теперь казалось, что они ошиблись. Божественная сила отчаянно вырвалась из их тел, и их глаза стали алыми, когда они прыгнули к Хуансия Луну с их самой мощной атакой. Какой нахрен лорд поместья, иди к черту. Один из них безумно взревел. Его лицо было искажено гневом и ненавистью. Но когда они приблизились к Хуансия Луну, несколько теней замерцало. Фэнер, Геегер парировали их атаки. В то же время великие старейшины секты песчаных волн были отброшены назад. Фэнер, Геегер снова напали на них. Призрачный туман затопил великих старейшин, и в воздухе раздались крики ужаса. Через несколько секунд окровавленные, обглоданные и неузнаваемые трупы упали на гору. Остальные великие старейшины секты песчаных волн отступили в ужасе. Взгляд Хуансия Луна упал на великих старейшин секты песчаных волн и сказал. Я надеюсь, что в следующий раз такого не будет, иначе я без колебаний убью вас всех. Хуансия Лун должен был преподать этим людям незабываемый урок, поскольку он был уверен, что они предадут его в случае конфликта, если они когда-нибудь столкнутся с вратами синего духа в будущем. Оставшиеся великие старейшины тяжело покачали головами и пообещали свою верность Хуансия Луну. Однако слова этих людей Хуансия Луна не затронули. После того, как все было улажено, Хуансия Лун попросил Гии забрать все волшебные плоды воды с деревьев. В конце Хуансия Лун щедро дал каждому из великих старейшин секты песчаных волн два волшебных плодоводы. Баланс вознаграждения и наказания. После того, как все плоды были собраны, группа полетела дальше над горными цепями. Вскоре после того, как группа Хуансия Луна ушла, группа врат синего духа влетела в ту же черную дыру. Глава 1337. Голубой призрачный источник группа врат синего духа ахнула в удивление, подобно группе Хуансия Луна, когда они вылетели из пещерного туннеля и увидели горы духовных трав. Все они горячо смотрели на горы, полные сокровищ. Так много духовных трав. Это исчезающая облачная трава. Фрукты запечатывания души. Эксперты врат синего духа восклицали снова и снова. Все эти травы перед ними были редкими духовными травами, которые было трудно найти снаружи. Таким образом, эксперты врат синего духа молчаливо пошли собирать эти духовные травы. Джан Юньба, Цзян Дуньян и двое других предков врат синего духа не остановили их. Фактически, все четыре предка сияли улыбками. Кажется, что древние записи правдивы. Хотя эта пещера опасна, здесь повсюду драгоценные духовные травы. Джан Юньба усмехнулся. Трава девяти поворотов. Иллюзорные плоды черной души, несомненно, здесь. Цзян Дуньян и двое других предков тихо рассмеялись. Очевидно, они были в хорошем настроении. Предки, посмотрите туда. Это волшебное дерево воды, но все волшебные плоды воды исчезли. Похоже, они были собраны не так давно. Внезапно крикнул один из великих старейшин и врат синего духа. Предки на мгновение замолчали. В несколько мгновений четыре предка врат синего духа стояли перед одним из волшебных деревьев воды. Действительно, плоды на этих деревьях были собраны не так давно. Цзян Дуньян нахмурился, и его слова звучали скорее как ответ, а не вопрос. Кто-то был на шаг впереди нас. Может быть, это они. Другой предок выпалил. Лицо Хуан Сиолуна вспыхнуло в его голове. Джан Юньба, Цзян Дуньян и другие задрожали от гнева. Поскольку люди редко заходят в пещеру призрака, это должны быть они. Лицо Цзян Дуньяна напряглось. Он продолжил. Я не ожидал, что они действительно зайдут так далеко, не говоря уже о том, чтобы успеть вперед нас. Выражение Джан Юньба и других стало слегка уродливым. Если бы группа Хуан Сиолуна была впереди них, тогда все добрые духовные травы были бы смятены ими, оставив остатки для группы врат синего духа. И волшебные фрукты воды были самым убедительным доказательством. Трава исчезающего облака или плоды запечатывания душ были мусором по сравнению с плодами воды. Хэм этому ребенку лучше молиться, чтобы мы не догнали его. Один из предков фыркнул. По его мнению, врата синего духа владели всеми духовными травами, растущими в этой пещере. Хуан Сиолун ничем не отличался от вора, если прибыл в сокровищницу его секты. Джан Юньба отвернулся от волшебного дерева воды и посмотрел на великих старейшин врат синего духа. Он резко сказал, если мы догоним эту группу, будьте готовы атаковать. Его инстинкты подсказывали ему, что группа Хуан Сиолуна также преследует исчезающую облачную траву или плоды запечатывания душ. Если между ними возникнет конфликт, им нужно было воспользоваться возможностью начать атаку. Этот ребенок – просто пик позднего десятого уровня царства древнего бога, поэтому нам просто нужно захватить этого ребенка в заложники. Это удержит остальную часть его группы от нападения на нас и поможет нам справиться с оставшимися сильными членами их группы. Волшебные плоды воды и другие духовные травы принадлежали нам. Все великие старшие врата синего духа согласились в унисон. Оставьте жизнь этого ребенка мне. Великий старейшина взмолился. Я преподам ему урок, так как у него хватило смелости грубо поговорить с предком Чжан Юньба у входа в пещеру. Группа Хуан Сиолуна натолкнулась на извилистую реку, пролетев над горой. Все были удивлены, увидев реку, потому что это было необычное место, где протекала река. Когда они пошли на берег реки, они обнаружили, что эта река была шириной в несколько сотен Чжан, а ее вода была чистой бирюзовой. Туман танцевал над поверхностью воды, мечтательно и нереально. Это голубой призрачный источник. Маленькая корова воскликнула от восторга. Я удивлена, что окружающая среда фактически породила голубой призрак источник за миллионы лет. Маленькая корова посетила эту пещеру более 10 миллионов лет назад, и этот источник не существовал во время ее последнего посещения. Голубой призрачный источник Хуан Сиолун, Фэнер, Зверь Сюйбайшин и другие смущенно посмотрели на маленькую корову. Маленькая корова объяснила, этот голубой призрачный источник родился в экстремальной земле Инь благодаря выполнению определенных условий и накоплению энергии синего призрака. Хуан Сиолун и другие никогда не слышали об энергии голубого призрака, но могли догадаться, что это была некая качественная духовная энергия. Посмотрев на все невежественные лица перед собой, маленькая корова поняла, что этим младшим еще не приходилось сталкиваться с такими огромными сокровищами, поэтому она объяснила. Если вы добавите чашку воды из голубого призрачного источника, когда создаете таблетку, это может поднять частоту этой таблетки до максимально возможного уровня. Мало того, если вы сможете долго совершенствоваться в этом голубом призрачном источнике, это повысит физическую прочность и гибкость вашего тела, и есть возможность формирования глаза божественного призрака. Глаза божественного призрака позволяют видеть призрачных существ и призраков. Конечно, что еще более важно, этот голубой призрачный источник можно использовать для восстановления божественных артефактов. Сильно поврежденный божественный артефакт будет медленно восстанавливаться со временем, когда пропитан водой этой реки. На этот раз все были искренне шокированы. Это может восстановить божественные артефакты. Хуан Сиалун не мог не спросить. Башню для смешивания таблеток можно было бы починить без этих духовных жидкостей хаоса и пятицветного небесного камня, если бы мы обладали водой из голубого призрачного источника. Затем Хуан Сиалун сразу же подумал о другом предмете, волшебном одеянии желтых источников. Если эту воду из голубого призрачного источника можно использовать для восстановления магического одеяния желтых источников, то маленькая корова кивнула. Тогда, если бы у нас был этот голубой призрачный источник, мы могли бы отремонтировать башню смешивания таблеток даже без духовных жидкостей хаоса и пятицветного небесного камня, однако это заняло бы больше времени. По крайней мере, десятки тысяч лет. Затем она посмотрела на магическую мантию желтых источников, свисающую с плеч Хуан Сиалуна, и заявила, это относится и к магической мантии желтых источников. Разочарование заполнило грудь Хуан Сиалун. Ах, ремонт займет более десяти тысяч лет. Маленькая корова закатила глаза. Ты что думаешь, этот голубой призрачный источник, великое священное сокровище даа, способное починить твое волшебное одеяние за несколько десятилетий или несколько лет? Хуан Сиалун покачал головой и беспомощно улыбнулся, зная, что маленькая корова все правильно сказала. Но услышав, как маленькая корова упомянула великое священное сокровище даа, он спросил, великое священное сокровище даа может восстановить магическое одеяние за несколько десятилетий или меньше? Маленькая корова ухмыльнулась, великое сокровище даа, хе-хе, тебе лучше не думать об этом прямо сейчас. Даже я, так долго жившая, никогда его не видела. На этот раз Хуан Сиалун потерял дар речи. Услышав слова маленькой коровы, Хуан Сиалун не продолжал спрашивать о священном сокровище даа. Вместо этого он обернулся и лихорадочно посмотрел на источник голубого призрака. Одна маленькая чашечка воды этой реки была достаточно хороша для того, чтобы поднять частоту таблетки до максимально возможного уровня во время создания этой таблетки, тогда сколько чашек могла бы наполнить эта длинная река? Все великие старейшины секты песчаных волн уставились на источник с горящей жадностью. Но никто не осмеливался спешить с этим, так как они усвоили прежний урок. Ладони Хуан Сиалуна были направлены вниз над рекой, когда он пытался высосать из реки всю воду. Обладая нынешней силой, он смог передвигать огромную древнюю гору своими ладонями, поэтому высосать реку из земли должно быть простым делом. Но источник голубого призрака был довольно тяжелым, его ладони слегка затормозили в воздухе. Видя это, зверь Сюйбайшин протянул руку и помог Хуан Сиалуну переместить голубой призрачный источник в его кольцо призрачного Будды. Глава 1338 Больше людей не значит больше силы Хуан Сиалун почувствовал облегчение, когда он посмотрел на голубой призрачный источник, спокойно струящийся внутри своего кольца призрачного Будды. Он убрал магическое одеяние желтых источников в кольцо призрака Будды и позволил ему впитывать воду голубого призрачного источника. Как только волшебная мантия желтых источников вошла в воду, Хуан Сиалун сразу почувствовал, что волшебная мантия желтых источников оживилась. Магические символы на магическом одеянии вспыхнули, в то время как диаграмма архидьявола с топором излучала дьявольский красный свет с жестокой аурой. Хуан Сиалун чувствовал себя очень бодро после приобретения голубого призрачного источника. Так как голубой призрачный источник теперь чинил магическое одеяние желтых источников, оно станет более мощным в ближайшие дни. Трава девяти поворотов и призрачный плод черной души, прямо впереди в этом направлении, сказала маленькая корова, указав копытом перед собой. Хуан Сиалун кивнул. Вскоре все продолжали лететь вперед. Через полчаса они прибыли в каменную долину. Поднимаясь высоко в воздухе, группа Хуан Сиалуна могла видеть красочные ореолы от духовных трав и цветов в долине внизу. Древние деревья возвышались над высокими краями стен долины, которые были наполнены ароматными духовными плодами. Это трава девяти поворотов, плоды черной души. Небеса. Тут так много травы девяти поворотов и плодов черной души. Достаточно, чтобы создать несколько сотен партий божественных таблеток черной души. Наличие нескольких сотен этих таблеток черной души позволит твоей душе достичь состояния совершенства. Лицо Хуан Сиалуна широко расплылось в улыбке от слов маленькой коровы. Он чувствовал себя вполне счастливым. На земле долины были небольшие пучки травы, окутанные слабым зеленоватым ореолом. Эти пучки травы напоминали цветущие лепестки цветка. Это была трава девяти поворотов, и она выглядела очаровательно. Было более двухсот таких пучков. С другой стороны, плоды черной души были в дымке фиолетовых ореолов. Плоды души были примерно такого же количества, как трава девяти поворотов. Сто листьев, если не больше. Как только Хуан Сиалун готовился их забрать, издалека послышались свистящие ветра, когда группа людей полетела к ним на большой скорости. Звук ветра привлек внимание Хуан Сиалуна, и он повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Он был немного удивлен, увидев группу врат синего духа, с которой он столкнулся у входа в пещеру. Они также пришли сюда для сбора травы девяти поворотов и иллюзорных плодов черной души. Если это так, то конфликт неизбежен. Хуан Сиалун дал знак зверю Сюибайшину, Фыныр и другим, чтобы подготовиться к битве. Через несколько мгновений группа врат синего духа прибыла к ним. Естественно, они также заметили листья травы девяти оборотов и иллюзорные плоды черной души. Предок врат синего духа Чжан Юньба, предок Цзян Дуньян и другие не могли скрыть радости со своих лиц. В долине внизу много листьев травы девяти поворотов и иллюзорных плодов черной души. Ха-ха-ха, все они наши. Один из предков врат синего духа воскликнулся смехом. Хуан Сиалун усмехнулся, слушая его. Один из предков врат синего духа бросился в долину, чтобы собрать траву девяти поворотов, как будто группы Хуан Сиалуна даже не существовало. Тем не менее, тень сверкнула неоткуда, чтобы заблокировать его путь, прежде чем он смог достичь долины. В следующую секунду от тонкой ладони нахлынуло давление, когда к нему направился призрачный туман. Предок врат синего духа был ошеломлен, но он быстро увернулся, и в то же время его ладонь ударилась вперед, чтобы встретить атаку. Взрывы гремели в воздухе, и ударные волны от столкновения сотрясали долину внизу. Предок врат синего духа был отброшен назад. Ты. Он сердито посмотрел на Фэнер и спросил, что это значит. Фэнер была холодной и равнодушной, когда сказала, что значит. Она посмотрела на предка врат синего духа, как будто она смотрела на идиота. Ты идиот? Если ты действительно не понимаешь, я могу тебе объяснить. Идиот. Предок вспыхнул красным от стыда. Как только он собирался ответить, рука Джан Юньба протянула руку и остановила его. Джан Юньба посмотрел на Хуан Сиалуна, а затем на Фэнер. Затем он сказал. Младший брат, вратам синего духа нужны эти листья травы девяти поворотов и иллюзорные плоды черной души. Поэтому врата синего духа хотят взять все эти травы. Младший брат уже собрал достаточно, верно? Хуан Сиалун спокойно сказал. Другими словами, вы пытаетесь сказать, что вы уже великодушны, что не приказываете нам отдавать эти духовные травы, не так ли? Джан Юньба кивнул и сказал. Это верно. Если ты уйдешь, не взяв листья травы девяти поворотов и иллюзорные плоды черной души, я не заставлю тебя отдавать волшебные плоды воды и другие духовные травы. Предок, ты не можешь позволить им так легко уйти. С тревогой выскочил великий старейшина врат синего духа, который спорил с Хуан Сиалунам у входа в пещеру. Он подчеркнул. Эти духовные травы должны принадлежать вратам синего духа. Они должны передать все свои духовные травы. Да, все они должны передать свои пространственные кольца. Они также должны оставить здесь свои божественные доспехи. Другие великие старейшины врат синего духа страстно закричали. Все они согласились с тем, что группа Хуан Сиалуна должна отдавать свои пространственные кольца. И не только это. Хуан Сиалун даже должен был оставить все свое имущество, включая все божественные таблетки, духовные травы и божественные артефакты. Они даже хотели их божественные доспехи. Это означало, что группа Хуан Сиалуна могла уйти только тогда, когда на их телах не осталось даже нитки. Эксперты врат могли видеть, что божественные доспехи, которые носили члены группы Хуан Сиалуна, были самого лучшего качества. Хуан Сиалун покачал головой, посчитав эту ситуацию веселой. Он сказал непосредственно Чжан Юньба, как насчет встречного предложения. Прежде чем я передумаю, всем вам лучше отдать мне свои божественные доспехи и пространственные кольца, а затем проваливайте. Чжан Юньба, Цзян Дуньян и остальные эксперты врат синего духа на секунду были поражены словами Хуан Сиалуна, а затем все разразились ревущим смехом. Малыш, на твоей стороне много людей, но больше людей не означает больше силы. На нашей стороне четыре великих пика конца десятого уровня царства бога предка, а у тебя только один. Цзян Дуньян насмешливо хмыкнул. Всего четырех нас достаточно, чтобы уничтожить всех вас. Но слова Цзян Дуньяна были отрезаны давлением от тела зверя Сюйбайшина. Космос исказился от импульса зверя Сюйбайшина, и аромат духовных трав, плывущий над долиной, был сметен. Группа врат синего духа начала задыхаться от давления, оказываемого зверем Сюйбайшином. ЦЦ царства бога короля. Предок врат синего духа, который бросился в долину, чтобы собрать траву девяти поворотов, завопил. Его зубы стучали от страха и удивления. Этот скромно выглядящий волшебный зверь на самом деле был мастером царства бога короля. Холодный взгляд Хуан Сиолуна упал на группу Джан Юньба, и его тон был таким же холодным, когда он сказал. Вы правы, у вас есть четыре пика мастера позднего десятого уровня царства бога предка, но у нас есть один второй уровень царства бога, короля. Второй уровень царства бога короля. Откровение было похоже на раскат грома в ушах членов группы врат синего духа. Отчаяние затуманило их лица. Джан Юньба считал, что у них, четырех мастеров, мог бы быть шанс сбежать, если бы это был пик мастера первого уровня царства бога короля. Но все было иначе. Холодный взгляд Хуан Сиолуна переместился на одного из великих старейшин врат синего духа. Он был первым, кто упомянул божественные доспехи Хуан Сиолуна. И он также был тем, кто поставил под сомнение личность Хуан Сиолуна у входа в пещеру. Ноги великого старейшины обмякли, когда он увидел, что Хуан Сиолун смотрит на него. Он пытался заговорить, но он мог издавать только непонятные булькающие звуки. Зверь Сюйбайшин постучал пальцем по воздуху. В следующую секунду тело великого старейшины было разъедено, оставив только белые кости. Глава 1339 Поддержка врат синего духа Эксперты врат синего духа чувствовали сильный страх в своих сердцах. Чего ты хочешь? Чжан Юньба был потрясен и разгневан в одно и то же время, когда он смотрел на Хуан Сиолуна и Сюйбайшина. Но Хуан Сиолун и Сюйбайшин не удосужились ответить. Зверь Сюйбайшин просто продолжал атаковать. Еще одним прикосновением его когтя вырвался еще один поток разъедающей дьявольской ци и пробил дыру во лбу великого старейшины врат. Зверь Сюйбайшин продолжал постукивать когтем по воздуху, и с каждым прикосновением погибал один великий старейшина врат синего духа. Выражения предков врат синего духа становились все более угрюмыми и безобразными. Они сжали кулаки так сильно, что их пальцы впились в ладони, и их глаза стали алыми, но все четверо силой перенесли свой гнев. Зверь Сюйбайшин последовательно убил пять великих старших врат синего духа, прежде чем остановиться. Группа врат синего духа внезапно осознала, что эти пять великих старейшин были теми, кто громче всех кричал на группу Хуан Сиолуна. Это открытие еще больше напугало врата синего духа. Отдавайте все свои пространственные кольца и божественные доспехи, а затем проваливайте. Голос Хуан Сиолуна внезапно зазвучал в их ушах. Из-за этого группа врат синего духа была очень зла, а лица Чжан Юньба и Цзян Дуньяна покраснели. Отдайте все пространственные кольца. Ты вспыхнул яростью Чжан Юньба. У тебя есть 10 секунд, прежде чем я передумаю, равнодушно добавил Хуан Сиолун. 10 секунд. Гии начал обратный отсчет. 10, 9, 8. Лица Чжан Юньба и Цзян Дунина были искажены неописуемой яростью. Тем не менее, Чжан Юньба, Цзян Дуньян и двое других предков врат синего духа решили отдать свои пространственные кольца. Видя это, оставшиеся великие старейшины врат синего духа также с огромной неохотой выложили свои пространственные кольца. Все они поспешно сняли свои божественные доспехи. Некоторое время спустя Фенер посмотрела на группу жалких старейшин врат синего духа и сказала. Господин поместья, зачем сохранять им жизни? Фенер знала, что их нынешняя боевая мощь могла легко уничтожить всю группу врат синего духа. Или Хуан Сиолун мог, по крайней мере, поработить этих людей. Маленькая корова ответила ей. У врат синего духа мощная поддержка. И последствия убийства или покорения их были бы гораздо более значительными, чем сейчас. Врата голубого духа. Фенер была ошеломлена, но мгновение спустя она кивнула в понимании. Так как кто-то столь же знающий, как маленькая корова, упомянул, что поддержка у врат синего духа была непростой, тогда, конечно, она явно была непростой. Лорд поместья, должно быть, выслушал совет маленькой коровы и пощадил их. Хуан Сиолун наблюдал за бегущей группой врат синего духа, и холодный свет мерцал в его глазах. Он знал, что Чжан Юньба не забудет этот момент, и у него было сильное чувство, что они встретятся снова в будущем. Он перевел взгляд с бегущей группы на груду пространственных колец. Он открыл их все сразу, и в долину мгновенно проник поток ароматов трав, богатая духовная энергия из духовных камней и божественные таблетки. Улыбка. Наконец смела холодность с лица Хуан Сиолуна, когда он смотрел на бесчисленные духовные травы, духовные камни и божественные таблетки. Каково это, грабить мастеров царства бога предка высокого уровня? Разве это не волнующе, правда? Маленькая корова смущенно улыбнулась и добавила. Ты почувствуешь себя еще более волнующе, когда будешь грабить высококлассных мастеров царства бога короля. Богатство, накопленное в пространственном кольце мастера царства бога короля высокого уровня, было бы еще более поразительным. Хуан Сиолун фыркнул и саркастически спросил. Есть ли что-то более захватывающее, чем это? Маленькая корова хищно хмыкнула. Конечно, ограбить небесного императора. Остальные были ошеломлены тембром ее голоса. Хуан Сиолуну прикнул. Почему бы тебе не ограбить весь божественный мир? Маленькая корова сама была ошеломлена на этот раз. После долгой паузы она пробормотала себе под нос. Разграбить весь божественный мир? Почему я не подумала об этом? Хуан Сиолуну было лень разговаривать с маленькой коровой. Он полетел к центру долины и начал собирать траву девяти оборотов и иллюзорные плоды черной души. Они смели все травы в долине. Группа Хуан Сиолуна также нашла другие виды драгоценных трав. Все эти духовные травы были лучшими материалами для создания духовных таблеток хаоса. Хуан Сиолун не ушел сразу после выхода из долины. Его группа продолжала лететь вглубь пещеры. Поэтому Хуан Сиолун решил осмотреться, есть ли там другие хорошие вещи. Два месяца прошли в мгновение ока группа Хуан Сиолуна буквально перевернула все место с ног на голову, собирая все, что они могли найти. Эта земля была заполнена сокровищами, и группе Хуан Сиолуна не потребовалось много времени, чтобы заполнить их пространственные кольца. За эти два месяца сила Хуан Сиолуна еще больше возросла под постоянным закаливанием. С другой стороны, даже несмотря на то, что лунная сущность небесной спиральной ракушки лунного нефрита питала его душу, прогресс был слишком медленным. В течение этого двухмесячного периода Хуан Сиолун, маленькая корова, зверь Сюйбайшин, Фэнер, Гейгер, совершенствовались в голубом призрачном источнике. Хуан Сиолун чувствовал, что его тело истинного дракона стало более гибким после погружения в источник, и его защита была еще более шокирующей. Хотя Хуан Сиолун еще не достиг стадии, на которой он мог создавать глаза призрака, он теперь мог видеть более четко. Группа Хуан Сиолуна покинула пещеру через два месяца. Когда они вылетели из пещеры, пустынное окружение звезды без души отдавало им ощущением, что прошло целое поколение с тех пор, как они вошли в пещеру. Хотя Хуан Сиолун нашел плоды черной души из траву девяти поворотов, а также все духовные травы из сокровищ архидьявола желтого источника, пространственные кольца группы врат синего духа и главы секты песчаных волн Лян Луваня, он был все еще не хватает около 400 видов духовных трав для создания божественной таблетки черной души. Таким образом, Хуан Сиолун планировал поискать их в других местах звезды без души. Поскольку не было никаких неотложных вопросов или проблем, их путешествие было гладким и расслабленным, они также могли совершенствоваться. В мгновение ока прошел год. Хуан Сиолун сумел найти большинство необходимых духовных трав, за исключением нескольких. Со временем настроение Хуан Сиолуна портилось, так как он все еще не мог найти две оставшиеся духовные травы. Эти две травы были вожделенным золотым цветком и черным пламенем гонодермы. Кроме того, он не мог найти ауру Великого Тумана. Поэтому в один прекрасный момент он решил покинуть поле боя с экстерриториальным дьяволом. Вместо этого он решил попытать счастье в поисках оставшихся трав в торговых домах окружающего мира. Лорд усадьбы, ты хочешь вожделенный золотой цветок и гонодерму черного пламени? Узнав, что Хуан Сиолун искал эти две травы, Великий Старейшина Секты Песчаных Волн Джин Гуавин спросил и продолжил. «В Сокровищнице нашей Секты Песчаных Волн есть вожделенный золотой цветок». Хуан Сиолун был удивлен и в то же время восхищен. «В Сокровищнице Песчаных Волн есть вожделенный золотой цветок». В течение одного года группа великих старейшин секты песчаных волн была послушна. Хотя они не подчинились Хуан Сиолуну, по крайней мере, на поверхности, он не видел, чтобы они строили заговор. Джан Гуавин почтительно ответил. Несколько сотен лет назад наш предок Джан Нинба нашел несколько стеблей вожделенного золотого цветка, которые были помещены в сокровищницу песчаных волн. Они все еще должны быть там. Однако, только наши шесть предков и вождь секты могут открыть сокровищницу песчаных волн. Хуан Сиолун спросил. Есть ли у вас какие-либо сведения о местонахождении гонодерма черного пламени? Хуан Сиолун полагал, что открытие сокровищницы секты песчаных волн не будет проблемой, если внутри нее будут вожделенные золотые цветы. Несколько лет назад я видел гонодерму черного пламени в аукционном зале торгового дома Яркой Нирваны. Я ясно помнил, что гонодерма черного пламени была куплена молодым лордом империи крови, ответил Джен Гуавин. Алый мир – молодой лорд империи крови. Хуан Сиолун подумал про себя. Хуан Сиолун прищурился. В таком случае, хм, это хороший шанс заставить империю крови заплатить по счетам. После определения следующего пункта назначения группа Хуан Сиолуна полетела к внешней периферии поля битвы с экстерриториальным дьяволом. Их первой остановкой должна была стать штаб-квартира секты песчаных волн для сбора вожделенных золотых цветов. Глава 1340. Дьявол царства бога короля два дня спустя. В то время как группа Хуан Сиолуна летела к периферии поля битвы с экстерриториальным дьяволом, внезапно перед ними прогремел рев. Звуковые волны устремились к группе Хуан Сиолуна, вместе с жестокой аурой. В следующую секунду Хуан Сиолун и другие услышали несколько душераздирающих криков. Все в группе Хуан Сиолуна становились в страхе, поскольку они почувствовали жестокую ауру и огромное давление. Это мастер царства бога короля. Почти сразу выпалило фыныр. Великие старейшины секты песчаных волн смутились от ее слов. Вероятно, это дьявол, сбежавший из мира дьявола, добавил зверь Сюйбайшин. Дьявол царства бога короля Хуан Сиолун тоже был поражен словами фыныр. Но мастер, будь уверен, этот дьявол – лишь вершина позднего первого уровня царства бога короля. Спокойно и уверенно сказал зверь Сюйбайшин. Пойдемте и посмотрим. Глаза Хуан Сиолуна вспыхнули от любопытства. Хотя это был пик позднего первого уровня царства бога короля, он полагал, что сила зверя Сюйбайшина может подавить его. Хотя Хуан Сиолун так долго ходил на поле битвы с экстерриториальным дьяволом, ему еще не приходилось сталкиваться с какими-либо дьяволами из мира дьяволов, и он очень хотел их увидеть. Идем под предводительством Хуан Сиолуна фыныр и остальные последовали за ним и направились к источнику рева. Чем ближе они подходили, тем сильнее по ним било жестокое давление. Песчаная завеса заслоняла их глаза, когда горы рушились, и столкновения становились все громче. Очевидно, происходила битва между дьяволом и другой стороной. Это был не один человек, а группа людей. Призрачный туман вырвался из тел фыныр-гейгер, в то время как духовный зверь шести лабиринтов маленькой коровы был окутан яркими огнями. Великие старейшины секты песчаных волн также поспешили распространить свою божественную силу и создали защитный барьер над собой. Сила мастера царства бога-короля была нешуточной. Легкий удар этого зверя может превратить их в фарш. Хуан Сиолун активировал магическое одеяние желтых источников, и оно развернулось в воздухе позади него. Дьявольская ци разлилась вокруг, охраняя Хуан Сиолуна. Вскоре группа оказалась достаточно близко, чтобы увидеть продолжающуюся битву. Вдали группа людей напала на гигантского крылатого дьявола. У него был острый рог на лбу и алые глаза размером с фонарь, и черная дьявольская ци кружила вокруг него, которая был плотной как облака. Дьявол пика позднего первого уровня царства бога-короля выплюнул черные энергетические шары изо рта. Каждый энергетический шар рухнул вниз с горы или полностью уничтожил одного из экспертов людей. Как только прибыла группа Хуан Сиолуна, дьявол царства бога-короля разорвал одного из человеческих экспертов, и кровь разлилась повсюду. Это было жестоко и трагично. Великие старейшины секты песчаных волн теперь были бледны, как простыня. Они могли ясно видеть, что на человеческой стороне войны самым слабым был десятый уровень царства бога-предка, а многие из них были пиками позднего десятого уровня царства бога-предка. Но они были не более чем оригами по сравнению с дьяволом царства бога-короля. Байшин, иди, помоги. Хуан Сиолун приказал, как только он увидел эту сцену. Пустой чудовище Сюй Байшина покачал головой. Нет, я должен остаться здесь, чтобы защитить мастера. Прежде чем он успел закончить, маленькая корова пнула его под зад и отругала. Мастер приказал тебе идти, так что иди. Зачем все эти оправдания? У зверя Сюй Байшина не было другого выбора, кроме как побежать к битве. Он побежал, потирая задницу. Хуан Сиолун потерял дар речи. Но он должен был признать, что слова старой коровы были более эффективными, чем его. Не говоря уже о том, что маленькая корова была единственной, кто осмелился ударить Сюй Байшина по заднице. После великой космической телепортации к битве присоединился зверь Сюй Байшин. Почти сразу же дьявол царства бога короля яростно заревел, обнаружив вмешательство Сюй Байшина. Его вспыльчивый характер загорелся, и он ударил кулаком по Сюй Байшину. Сюй Байшин поднял лапы, чтобы встретить атаку в лоб. Земля задрожала и сильно качалась. Еще больше гор раскололось и рассыпалось, а песок и пыль кружились, как шторм. Тревожные ударные волны вырвались наружу из-за битвы между двумя мастерами царства бога короля, сокрушая все на их пути. Несколько воинов-людей, не успевших уклониться от ударных волн, были отброшены на дальние расстояния в горы и леса. Несмотря на то, что группа Хуансиолуна находилась на некотором расстоянии, они были вынуждены неоднократно отступать назад. К счастью, все были готовы, но, тем не менее, все еще было страшно. Все видели, как дьявол царства бога короля закувыркался и врезался в гору вдали от столкновения. Когда все ожидали, что дьявол царства бога короля нанесет ответный удар, он просто превратился в полосу черного света и исчез в мгновение ока. Он сбежал. Все были ошеломлены. Сюй Байшин тоже был ошарашен. Некоторое время он колебался, но затем решил не преследовать дьявола царства бога короля. Вместо этого он вернулся к Хуансиолуну. Хуансиолун посмотрел на горы вокруг. Затем он заметил, как эксперты люди были отброшены назад, без каких-либо серьезных травм. Поэтому Хуансиолун решил возобновить свое путешествие, а не приближаться к ним. В настоящее время Хуансиолун не хотел раскрывать свою силу, а также не хотел раскрывать, что рядом с ним есть мастер царства бога короля. После того, как группа Хуансиолуна ушла, эксперты люди постепенно выползли из-под обломков на земле. Они смотрели друг на друга, и у них в голове была одна и та же мысль. Дьявол царства бога короля сбежал. И что это за зверь, который победил этого дьявола царства бога короля? Они лишь уловили размытые изображения Сюи Байшина. Группа Хуансиолуна летела вперед, не останавливаясь. Несколько часов спустя сердце Хуансиолуна задрожала. Икстаз заполонил его глаза. Что это? Аура великого тумана. Он действительно почувствовал присутствие ауры великого тумана. В радиусе 10 тысяч лет отсюда. Хуансиолун едва сдерживал волнение и ускорился вперед. Зверь Сюи Байшин, Фенер и другие были сбиты с толку, когда увидели, как Хуансиолун ускоряется с возбужденным выражением лица. Но они полетели быстрее и догнали Хуансиолуна. Хуансиолуну не потребовалось много времени, чтобы добраться до древнего леса, где он мог почувствовать присутствие ауры великого тумана. Толстые высокие деревья с пышными чернильными листьями скрывали землю под ними. Лорд усадьбы, берегись, там опасно. Предупредила Фенер, когда подошла к Хуансиолуну. Она почувствовала мощного волшебного зверя, сидящего в лесу под ним. Вероятно, он имел силу пика конца 10 уровня царства бога предка. Хуансиолун кивнул, показывая, что он знал об опасности. Когда все пришли, он сказал, мы спускаемся туда. Поскольку в этом древнем лесу существовала аура великого тумана, независимо от опасностей, Хуансиолун был полон решимости ступить туда. Его культивация паразитической среды великого тумана достигла предела первой стадии, поэтому он срочно нуждался в ауре великого тумана, чтобы прорваться к решающей второй стадии. Перебравшись через листья цвета чернил, группа вошла в древний лес. Когда они оказались внутри, все потемнело, и вокруг них плыла серовато-черная миазма. Хуансиолун достал несколько духовных таблеток хаоса для детоксикации и раздал их остальным членам своей группы. После того, как все проглотили свои таблетки детоксикации, Хуансиолун полетел в направлении, откуда он почувствовал ауру великого тумана. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Некоторое время спустя волшебный зверь царства бога предка выскочил из леса и набросился на Хуансиолуна. Хуансиолун посмотрел на атакующего зверя и увидел, что это был питон позднего второго уровня царства бога предка. Кровавый нож небесного дракона появился в руки Хуансиолуна, и он нанес удар. Вырвалось более двухсот кроваво-красных лучей. В мгновение ока питон был разрезан на 200 кусочков. Глава 1341. Аура великого тумана. Когда совершенствование Хуансиолуна было еще на восьмом уровне царства древнего бога, он мог выбросить только дюжину кроваво-красных ножейцы. Но теперь, с одним ударом, было более двухсот ножейцы. Хотя великие старейшины секты песчаных волн неоднократно видели потрясающую боевую мощь Хуансиолуна, их сердца все еще содрогались, когда они видели, как Хуансиолун без особого труда разрезал на куски питона позднего второго уровня царства древнего бога. Исходя из боевой мощи Хуансиолуна, свидетелями которой они были до сих пор, можно было предсказать, что он будет чрезвычайно силен после прорывов царства бога предка. Как только это произойдет, Хуансиолун сможет с легкостью убить раннего мастера четвертого уровня царства бога предка. Хуансиолун не удосужился еще раз посмотреть на питона и продолжил ехать на спине маленькой коровы в направлении ауры Великого Тумана. Но вскоре они встретились со вторым нападением другого волшебного зверя. Это был пик позднего второго уровня, но Хуансиолун убил его так же легко, как и предыдущего. Группа продолжала лететь вперед, следуя примеру Хуансиолуна. Серо-черная миазма в лесу становилась тем плотнее, чем глубже они шли. К счастью, это не стало проблемой для группы Хуансиолуна из-за их силы, а также таблеток для детоксикации. Но чем глубже они заходили в лес, тем выше частота атак магических зверей. Мало того, эти звери также становились все более могущественными. Первоначально Хуансиолун и маленькая корова могли победить этих волшебных зверей самостоятельно, но в какой-то момент в энергии Геер пришлось взять на себя эту задачу. Великие старейшины секты песчаных волн тоже не сидели без дела. Они сформировали великое формирование песчаных волн, чтобы убить волшебных зверей седьмого уровня царства древнего бога. Поскольку они начали встречать все более могущественных волшебных зверей, Фэнер не могла не спросить. Лорд поместья, есть ли что-то особенное, что вы ищете в этом древнем лесу? Было очевидно, что их путь усеян волшебными животными. Она не могла понять, почему Хуансиолун хотел погрузиться в глубины этого древнего леса, особенно принимая во внимание риск подвергнуться нападению со стороны этих могущественных волшебных зверей. Маленький Фэн, ты не должен интересоваться личными делами мастера. Маленькая корова внезапно оглянулась на Фэнер. Ее мысли были связаны с мыслями Хуансиолуна, поэтому она точно знала, зачем Хуансиолун входил в глубины этого древнего леса. Так как это было связано с аурой Великого Тумана, чем меньше людей знали об этом, тем лучше. По крайней мере, она не хотела, чтобы случился какой-то несчастный случай, прежде чем Хуансиолун мог успешно слиться с аурой Великого Тумана. Фэнер перестала задавать вопросы после напоминания маленькой коровы. Наконец они остановились на краю горной местности. Горные вершины были не очень высокими, но горный хребет сам по себе простирался на десятки тысяч ли. Вокруг него бушевала плотная дьявольская ци. Хуансиолун был удивлен. Он не ожидал, что древний лес скрывал такую горную цепь. Раньше, когда они были в воздухе, они не видели эту горную цепь. Хуансиолун мог отчетливо ощутить ауру Великого Тумана под этой горной цепью. Группа просвистела сквозь плотной дьявольской ци и зависла в воздухе над горными вершинами. Хуансиолун вызвал кровавый нож Небесного Дракона и ударил. Джин. Искры полетели, когда нож Ци ударил по вершине горы. Результат ошеломил всех, поскольку удар ножом Хуансиолуна просто оставил неглубокий порез на вершине горы. Этот результат был удивительным. Из какого рода железной руды Хаоса была эта гора? С другой стороны, несмотря на то, что эта гора была сделана из железной руды Хаоса, было неожиданно, что мощный удар ножом Хуансиолуна просто оставил бы такой неглубокий разрез. Дайте мне попробовать, сказала Фыныр. Она распространила свою божественную силу до предела и ударила ладонью, используя свою божественную силу. Мгновенно призрачный туман взбесился. Горная вершина под ними сильно тряслась, и гравий катился вниз. Но, к всеобщему удивлению, трещина длиной всего 12 метров. На что ты смотришь? Быстрее атакуй. Маленькая корова ударила Сюйбайшина по заднице и ругала, когда она увидела, что он стоит без дела. Зверь Сюйбайшин покорно спросил. Старшая Сианью, может, не обязательно бить меня по заднице в будущем? В конце концов, он все еще был мастером царства бога короля, и если его постоянно пинали в задницу, это разрушало его имидж. Лицо маленькой коровы расплылось в злой усмешке. Недопустимое возражение, не могу этого сделать. Она подняла копыта, как будто собиралась ударить его снова. Зверь быстро побежал вперед. Со всей своей силой его лапа ударила по вершине горы. Он излил все свое разочарование в этот удар. В инн прозвучал трескучий звук. Гора потрескалась, начиная от горной вершины и заканчивая горным склоном. Хотя трещина была невелика, достаточно было войти двум людям. Хуан Сиалун был в восторге. Он быстро приказал Фэнер, Ги, Гири великим старейшинам секты песчаных волн. Все вы стоите на страже снаружи. Никто не может войти без моего разрешения. Хуан Сиалун бросился в трещину, сидя на спине маленькой коровы. Чем ниже они спускались в гору, тем сильнее он мог чувствовать ауру великого тумана. Достигнув чрева горы, они поняли, что это был совершенно другой мир. Стены внутри горы были покрыты слоем светло-пурпурной растительности, излучающей духовную энергию. В то время как под ними была ровная площадка с несколькими ли по периметру. Хуан Сиалун заставил маленькую корову спуститься на ровную землю, но внезапно он перестал чувствовать ауру великого тумана. Хуан Сиалун был сбит с толку. В чем дело? Хуан Сиалун высвободил свою божественную силу на каждой дюйм стены, даже заставил ее проникнуть в окружающие стены. Но он все еще не мог чувствовать ауру великого тумана. В конце концов, он даже открыл свое око ада, но это было бесполезно. Маленькая корова тоже хмурилась. Она использовала свою собственную секретную технику, чтобы исследовать окрестности, но она также не могла ничего обнаружить. Внезапно пространство внутри горы погрузилось в полную темноту с гудящей тишиной. Затем вокруг Хуан Сиалуна появилось слабое пурпурное сияние и осветило пещеру. Что-то похожее на маленькую газообразную реку плавало в воздухе вокруг Хуан Сиалуна, обвивая его. Глаза Хуан Сиалун сияли от экстаза. Он не ожидал, что аура великого тумана внезапно появится перед ним таким вот образом. Хуан Сиалун протянул руку и коснулся ауры великого тумана. Он чувствовал ее тепло и мягкость. Сюй Байшин посмотрел на ауру великого тумана, как будто он что-то задумал. Затем он взволнованно запинался. И это аура. Его слова звучали как бред. Но его слова были прерваны, когда маленькая корова пнула его задом еще раз. Какого хрена ты так взволнован? Заткнись, даже если ты знаешь, что это такое. Сюй Байшин прикусил язык. В этот момент маленькая река ауры великого тумана превратилась в полосу света и исчезла в теле Хуан Сиалуна. Сразу же его тело наполнилось знакомым ощущением тепла, а также знакомой энергией ауры великого тумана. Вскоре небольшая река ауры великого тумана достигла сознания Хуан Сиалуна. Он быстро сел и запустил паразитическую среду великого тумана. Поскольку ранее он очищал пурпурного дракона великого тумана ауры, очищать эту великую реку ауры великого тумана было просто. Потоки энергии ауры великого тумана вытекали из реки ауры великого тумана и начали циркулировать по всему телу Хуан Сиалуна в его трех верховных божествах. Хуан Сиалун вошел в эфирное состояние, осознав закон неба и земли, заключенный в этой ауре. И маленькая корова, и звери отступили в сторону, чтобы защитить Хуан Сиалуна. Один месяц пришел и ушел. Великие старейшины секты песчаных волн стали нетерпеливыми и раздраженными, так как Хуан Сиалун еще не вышел с горы. Великий старейшина секты песчаных волн Дженгуавин преднамеренно подошел к Фынер и спросил с выдавленной улыбкой. Госпожа Фынер, вы видите, лорд поместья еще не вышел после столь долгого времени. Может быть, что-то случилось? Должны ли мы пойти и посмотреть? Глава 1342 Вторая стадия паразитической среды Великого Тумана Холодный взгляд Фынер упал на Дженгуавина. Затем она отвернулась и предупредила. Лорд приказал нам стоять на страже, и никому не разрешается входить без его разрешения. Великий старейшина Джен забыл это. Лицо Дженгуавина напряглось, но, боясь Фынер, он поспешно ответил. Я помню, я помню. Он быстро отступил. Группа экспертов секты песчаных волн молча наблюдала за этим, каждый был поглощен своими мыслями. Хотя они не знали причину, по которой Хуан Сиалун так долго оставался внутри горы, они могли догадаться, что весьма вероятно, что Хуан Сиалун нашел какое-то сокровище. Больше похоже на высшие сокровища. В противном случае, Хуан Сиалун не привел бы их сюда, несмотря на все опасности на их пути. Несколько великих старейшин секты песчаных волн даже начали думать о побеге. Теперь, когда магического зверя царства бога короля Хуан Сиалуна не было рядом, это был их лучший шанс сбежать. Тем не менее, они также знали, что первый человек, который сделает какое-либо движение, в конечном итоге будет убит Фэнер, Геегер, поэтому они были осторожны и не решались выполнить свои планы побега. Время шло, прошло три месяца. К этому времени терпение группы песчаных волн значительно истощилось. Глубины этого древнего леса были окутаны плотной дьявольской цей ядовитой миазмой. Именно здесь группа секты песчаных волн стояла, чтобы охранять вход в гору. Это в сочетании с частыми атаками магических зверей привело группу сект песчаных волн в плачевное состояние. Госпожа Фэнер, лорд поместья не мог найти там свою погибель, верно? Прошло уже более трех месяцев, а лорд поместья до сих пор не вышел. Может быть, вы можете попробовать связаться с лордом поместья? Сказал Джен Гуавин, приближаясь к Фэнер. Фэнер нахмурилась. По правде говоря, она тоже беспокоилась о том же. Прошло уже три месяца с тех пор, как лорд поместья вошел в гору. Что-то задерживало их внутри. Пока Фэнер размышляла над этим, прозвучал стаический голос. Не нужно беспокоиться. Мастер совершенствуется прямо сейчас. Нам просто нужно спокойно охранять его. Все были поражены внезапным голосом. Когда они посмотрели вниз, из горной трещины вылетел зверь Сюй Байшин. Фэнер немного расслабилась и приветствовала. Старший Сюй. Сюй Байшин кивнул ей. Затем он холодно посмотрел на группу секта песчаных волн. У кого-то еще есть проблемы. Сердца их сжались от холодного взгляда Сюй Байшина. Джин Гуавин заставил себя улыбнуться. Нет проблем, нет проблем, мы просто беспокоились о безопасности лорда усадьбы. Поскольку старший Сюй говорит, что лорд совершенствуется, мы не посмели бы потревожить лорда усадьбы. Зверь Сюй Байшин проигнорировал их. Вместо этого он сел, скрестив ноги, чтобы стойко охранять вход в гору. Маленькая корова послала Сюй Байшина, так как она волновалась, что группа секты песчаных волн может схитрить, учитывая отсутствие зверя в течение длительного периода. Не говоря уже о том, что ее было достаточно для защиты Хуан Сиалуна в пещере. Зверь Сюй Байшин сосредоточил внимание на великих старейшинах секты песчаных волн. Если бы эти люди пошли на хитрость, он убивал бы их на месте. Хуан Сиалун продолжал совершенствоваться в пещере более года. На ровной земле в подножии горы золотой яркий свет окутывал Хуан Сиалуна, пока его божественная сила Великого Тумана не образовала реку вокруг него. В какой-то момент спокойная плавная река Великого Тумана внезапно содрогнулась и разошлась на разные участки, после чего образовались светло-фиолетовые черви. Эти светло-фиолетовые черви были размером с мизинец. У них были энергичные глаза и они были просто очаровательны. На них были полосы симпатичных символов. Эти символы были сформированы из закона Великого Тумана. Наконец Хуан Сиалун открыл глаза. Безумная радость хлынула в сердце Хуан Сиалуна, когда он наблюдал, как извивающиеся черви Великого Тумана сгущались из ауры Великого Тумана. Наконец он перешел ко второй стадии паразитической среды Великого Тумана. Протянув руку, червь Великого Тумана тут же упал на нее и слегка задергался. Затем он повернулся налево и направо, выглядя невероятно восхитительно. Хуан Сиалун улыбнулся, наблюдая за выходками маленького парня на его ладони. Несмотря на то, что каждый из этих червей Великого Тумана был сконцентрирован с его божественной силой Великого Тумана, у каждого из них было свое собственное сознание. Аура Великого Тумана была самой чудесной из всех духовных энергий во Вселенной, и у нее было еще много чудесных применений. Но прямо сейчас он мог создать только около 20 или около того червей Великого Тумана. Движением его руки 20 с лишним червей Великого Тумана были возвращены к божественной силе Великого Тумана, которая проникла обратно в его тело. После более чем года совершенствования здесь его паразитическая среда Великого Тумана наконец-то перешла на второй этап. В то же время его сила, тело истинного дракона и три верховных божества стали сильнее. Хотя его душа также стала сильной за это время, этот рост все еще был незначительным. Это было еще далеко от достижения даже первого уровня из сотен. Недалеко от него маленькая корова, которая все это время стояла на страже, громко зевнула, вставая и разминая ноги. В ее глазах была радость. Неплохо, неплохо. Ты за столь короткое время перешел на вторую стадию паразитической среды Великого Тумана. Но, конечно, было бы лучше, если бы ты перешел на четвертый или пятый этап. Тогда ты можешь быть настолько высокомерным, насколько пожелаешь. Хуан Сиолун встал и криво улыбнулся словам маленькой коровы. Четвертая или пятая стадия. Сколько лет это займет? Без ауры Великого Тумана это заняло бы 10 тысяч лет или 20 тысяч лет, не так ли? Маленькая корова смущенно улыбнулась и сказала. 20 тысяч лет? Королю Великого Тумана потребовалось более миллиона лет совершенствования, чтобы достичь четвертой стадии паразитической среды Великого Тумана. Что касается тебя, было бы необычно, если бы ты смог достичь четвертой стадии через 2-300 тысяч лет. Конечно, совсем другое дело, если бы ты мог найти больше фиолетовой ауры Великого Тумана. Более миллиона лет. Хуан Сиалун замолчал. Хотя Хуан Сиалун совершенствовался в течение года, он поглотил только половину реки ауры Великого Тумана. Он решил постепенно впитать и усовершенствовать оставшуюся ауру Великого Тумана. В этот момент ему нужно было вернуться на путь, чтобы собрать золотые цветы и ганодерму черного пламени, чтобы создать таблетку черной души, чтобы подготовить его к прорыву в царство бога предка. Мы должны идти. Я уверен, что группа песчаных волн уже вся в нетерпении, сказал Хуан Сиалун. Маленькая корова ухмыльнулась. Если они узнают, что ты владеешь паразитической средой Великого Тумана, они будут готовы ждать, независимо от того, насколько они нетерпеливы. Двое вылетели с чрева горы. Лорд усадьбы. Мастер. Старшая Сианю. В тот момент, когда они вылетели из горной трещины, все бросились приветствовать их. Хуан Сиалун посмотрел на всех и сказал. Я заставил всех долго ждать. Джин Гуавин почтительно улыбнулся. Это наша честь, охранять лорда поместья, даже если потребуется сто лет. Поскольку лорд поместья уже вышел, мы должны отправиться в штаб-квартиру секты песчаных волн. Хуан Сиалун улыбнулся. Спешить некуда. Перед тем, как мы отправимся туда, у меня есть хорошие новости для всех. Я успешно развил божественное искусство. Это божественное искусство похоже на высшую технику клеймения души, но оно превосходит технику клеймения души, поскольку позволяет мне контролировать мастеров царства бога-предка. Поздравляем мастера. Поздравляем лорда усадьбы. Зверь Сюйбайшин, Фэн Йер, Ги, Гир и шесть духовных зверей Хаоса с радостью поздравили Хуан Сиалуна. Но великие старейшины секты песчаных волн больше не улыбались, поскольку их охватила паника. Изменения в их выражениях не ускользнули от глаз Хуан Сиалуна. Затем он добавил. Но мне нужно будет сотрудничество со стороны тех, кто выше среднего уровня царства бога-предка, так как им нужно открыть для меня защитный барьер для своих душ. Услышав это, многие великие старейшины секты песчаных волн внутренне вздохнули с облегчением. Джен Гуавинь. Разве ты не говорил, что абсолютно предан мне? Так что теперь, сними защитные барьеры со своей души. Хуан Сиалун внезапно обернулся и сказал Джен Гуавиню. Джен Гуавинь подсознательно отступил на несколько шагов от слов Хуан Сиалуна, как и несколько других великих старейшин секты песчаных волн. Хуан Сиалун посмеялся над их реакцией. Хотя в последние два года великие старейшины секты песчаных волн, казалось бы, были ему преданы, он знал, что они всегда что-то замышляли. Хуан Сиалун хорошо знал, что по прибытии в мир почтения эти люди тайно попытаются связаться с предками и экспертами секты песчаных волн, а также со своими союзными силами, чтобы убить его группу, используя силу великого формирования секты песчаных волн. Глава 1343 Направляясь в мир почтения, что вы все не хотите? Хуан Сиалун поднял бровь и холодно спросил, когда он увидел, что великие старейшины секты песчаных волн сделали шаг назад. Зверь Сюйбайшин, Фэнер, Гейгер, все они нацелились на группу великих старейшин секты песчаных волн. Великие старейшины секты песчаных волн во главе с Джен Гуавинем пробормотали что-то невнятное, но никто из них не осмелился бежать. Со вторым уровня царства бога короля рядом с Хуан Сиалуном, великим старейшинам секты песчаных волн не удалось бы убежать. Даже если бы они имели силу пика конца 10 уровня царства бога предка, они были бы в ужасной ситуации. Джен Гуавинь, ты первый. Холодный взгляд Хуан Сиалуна упал на Джен Гуавиня. Джен Гуавинь вздрогнул, его лицо стало бледным от слов Хуан Сиалуна. Хуан Сиалун безразлично посмотрел на бледное лицо Джен Гуавина и продолжил. Помните, у каждого из вас будет только одна минута на размышление. Когда эта минута закончится, вы можете просто перестать думать навсегда. Одна минута. Великие старейшины секты песчаных волн стали бы еще бледнее, если бы это было возможно. Ты выглядишь так нервно. Если это утешит тебя, будь уверен, моя техника будет контролировать тебя, но это не повлияет на твою повседневную жизнь или совершенствование. Пока ты остаешься верным мне, ты в безопасности. Хуан Сиалун добавил. Сказав это, Хуан Сиалун посмотрел на Ги, дав ему знак начать отсчет. 60, 59, 32, 31. Голос Ги непрерывно грохотал в ушах Джен Гуавиня. Джен Гуавин чувствовал, что рука сжимает его сердце с каждой секундой. Его лицо потемнело, он сжал кулаки. Когда Ги насчитал 6, он наконец сказал. Хорошо, я готов открыть защитный барьер моей души. Плечи Джен Гуавиня опустились, словно эти слова истощили всю его энергию. В конце концов, он решил подчиниться Хуан Сиалуну. Хуан Сиалун кивнул. Когда он управлял паразитической средой Великого Тумана, поток божественной силы Великого Тумана вылетел и превратился в червя Великого Тумана. Он проник в тело Джен Гуавиня через его грудь. Оттуда червь Великого Тумана помчался прямо к божестви Джен Гуавиня в его божестве и сливался с душой Джен Гуавиня в его божестве. Джен Гуавин почувствовал присутствие чего-то, что не было частью его тела в его божестве. Кроме этого не было ничего необычного. Его мысли и действия не были затронуты или затронуты каким-либо образом. Его беспокойство уменьшилось после проверки его состояния. Это доказало, что Хуан Сиалун не лгал им. Они будут в безопасности, пока они остаются верными Хуан Сиалуну. Вот твоя награда. Нефритовая коробка появилась в его ладони. Мягким движением нефритовая коробка приземлилась на руки Джен Гуавиня. Джен Гуавинь открыл нефритовую коробку, и его лицо вспыхнуло от радости, когда он увидел содержимое коробки. Он взволнованно воскликнул. Родниковая вода голубого призрака. Внутри нефритовой шкатулки была вода голубого призрака. Спасибо, лорд усадьбы. Хуан Сиалун кивнул, затем его взгляд переместился к великому старейшине секты песчаных волн Чиньчжину. Чиньчжин также решил подчиниться Хуан Сиалуну. Следуя примерам Джен Гуавина и Чиньчжиня, все больше и больше великих старейшин секты песчаных волн решили подчиниться Хуан Сиалуну. Однако два великих старейшины секты песчаных волн внезапно бросились на Хуан Сиалуна с намерением взорвать свои божества и утащить Хуан Сиалуна в глубины ада. Эти два великих старейшины были самыми доверенными лицами Лян Лувеня. Однако, со вторым уровнем царства бога короля рядом с Хуан Сиалуном, их план был прерван вместе с их жизнями. Они взорвались насмерть, но так и не смогли нанести вред Хуан Сиалуну. Несколько других великих старейшин секты Песчаных Волн также были убиты, когда они бросились собирать волшебные водяные фрукты без разрешения Хуан Сиалуна. В итоге 35 из 42 великих старейшин секты Песчаных Волн подчинились Хуан Сиалуну. 35 мастеров царства бога предка среднего уровня. Более того, среди них было несколько мастеров уровня царства бога предка пика шестого уровня, которые в ближайшем будущем могли прорваться к седьмому уровню царства бога предка, в том числе Джин Гуавани Чин Джин. Даже без Сюй Байшина этих 35 человек было достаточно, чтобы сдержать любые суперсилы в соседнем мире. Пошли. Первым делом мы отправимся в мир почтения. Хуан Сиалун был в хорошем настроении. Он махнул рукой, сел на спину маленькой коровы, и маленькая корова отправилась в путь. Зверь Сюй Байшин, Фэн Йер, Ги, Гер, 6 духовных зверей Хаоса и 35 великих старейшин секты Песчаных Волн последовали за Хуан Сиалуном с подавляющим импульсом. Когда они летели в мир почтения, маленькая корова жаловалась. Другим людям проще, чем мне. Я много работала, но, тем не менее, у меня есть только 6 слуг. Тогда как ты за несколько часов набрал себе несколько дюжин лакеев. Она не знала, скрывались ли от нее все духовные звери Хаоса или нет. Но за последний год они не встречали ни одного духовного зверя Хаоса ни разу. Маленькая корова уже давно переживала из-за этого. Хуан Сиалун засмеялась, услышав ее жалобу, и дразнила. Другим людям проще. Но ты разве человек? Ты же корова. Маленькая корова была настолько потрясена, что остановилась, и ее челюсть отвисла. Зверь Сюйбайшин, Феннер, Геегер изо всех сил старались не смеяться. Маленькая корова яростно посмотрела на группу людей позади них. Зверь Сюйбайшин и остальные быстро огляделись, как будто они были в поисках. Возможно, на горизонте был дьявол царства бога короля, ожидающий их в засаде. Хуан Сиалун от души рассмеялся над этим зрелищем. В этот момент внезапно на них напал рой черных теней, группа злых духов. Совокупная сила этих злых духов была между первым и пиком третьего уровня царства бога предка. Как только Феннер, Геегер собирались с ними разобраться, Хуан Сиалун остановил их. Нет необходимости. Его руки махали в воздухе, и его аура великого тумана вздымалась, сгущая 20 червей великого тумана, которые слились со злыми духами. Злые духи внезапно остановились на полпути. В следующую секунду все они упорядоченно полетели к Хуан Сиалуну, пока не оказались перед ним и с уважением приветствовали. Мастер. Все они на самом деле становились на колени перед Хуан Сиалуном. Все в группе Хуан Сиалуна, кроме маленькой коровы, были поражены, и на их лицах было написано явное недоверие. Только маленькая корова расслабленно смотрела на происходящее, как будто в этой сцене не было ничего странного. Основываясь на текущей силе Хуан Сиалуна, а также на великих червях тумана, Хуан Сиалун теперь мог с легкостью управлять культиваторами ниже четвертого уровня царства бога-предка. Другими словами, используя червей великого тумана, Хуан Сиалун теперь сможет легко проникнуть в защитный барьер души человека и напрямую контролировать его. Независимо от того, желал ли тот человек или нет, это был ужасающий аспект паразитической среды великого тумана. Прошло несколько месяцев, в это время группа Хуан Сиалуна выходила из поля битвы с экстерриториальным дьяволом. Когда они выходили из поля битвы с экстерриториальным дьяволом, за группой Хуан Сиалуна стояла длинная колонна из тысячи с лишним призраков, злых духов и волшебных зверей. Более тысячи мастеров царства бога-предка. Большинство из них были на уровне царства бога-предка низкого уровня, в то время как лишь немногие обладали силой царства бога-предка среднего уровня и высокого уровня. Тем не менее, эта степень могущества может разрушить врата удачи в Янтьяна или суперсилы, такие как павильон Золотого Феникса и врата Ямы. Однако чтобы не привлекать слишком много внимания, Хуан Сиалун отослал всех призраков, злых духов и магических зверей в храм Сюйми. Страх и фанатический блеск сияли в глазах великих старейшин секты Песчаных Волн, когда они наблюдали, как призраки, злые духи и магические звери исчезают у них на глазах. Даже Сюйбайшин, Фенъер, Геегир имели схожие выражения на лицах в глазах Сюйбайшина и всех остальных это было сюрреально. Если Хуан Сиалун останется на поле битвы с экстерриториальным дьяволом в течение нескольких сотен лет, то все представляли армию из нескольких сотен тысяч мастеров царства бога-предка, стоящих позади Хуан Сиалуна, и мурашки бежали по их шеям. Армия из нескольких сотен тысяч мастеров царства бога-предка, которые убили бы богов и будд, если бы те когда-нибудь осмелились преградить им путь. Даже мастер второго уровня царства бога-короля, такой как Сюйбайшин, будет превращен в пыль. Глава 1344. Пробуждение родословной морского бога два месяца спустя группа Хуан Сиалуна вышла из массива передачи миропочтения. В целом, силы с миропочтения были сильнее, чем с мира Вьентьяна. Было восемь сил с миропочтения, которые были такими же могущественными, как врата удачи из мира Вьентьяна. Среди этих восьми сил секта песчаных волн заняла четвертое место. Лорд Поместья, согласно моему аватару, только Цаофан и двое других в настоящее время сидят в штабе секты песчаных волн. Джин Гуавинь почтительно доложил Хуан Сиалуну после выхода из массива передачи. Хуан Сиалун кивнул. Поскольку Хуан Сиалун мог использовать червей Великого Тумана, чтобы контролировать мастера царства предка бога, контролируя их душу, косвенно он также контролировал их аватар. Поэтому, Джин Гуавинь и остальные аватары Великих Старейшин секты песчаных волн также получали приказы от Хуан Сиалуна. Цаофан был одним из предков секты песчаных волн. Другими словами, трое других предков секты песчаных волн, которые отправились на поле битвы с экстратерриториальным дьяволом в поисках сокровища Тиньву, еще не вернулись. Таким образом, только Цаофан и два других предка охраняли штаб-квартиру секты песчаных волн. Была вероятность, что эти три предка секты песчаных волн давно встретили свою гибель, так как они еще не вернулись с поля битвы с экстратериальным дьяволом. С другой стороны, Хуан Сиалуну не имело значения, было ли шесть предков или три. При нынешней боевой мощи, которая у него есть, даже если число предков секты песчаных волн утроится, он может уничтожить их. От массива передачи группа Хуана Сиалуна безостановочно летела в штаб-квартиру песчаных волн. Пока группа Хуан Сиалуна летела в штаб-квартиру секты песчаных волн в определенном месте на поле битвы с экстратериальным дьяволом, группа людей окружала одного некого дьявола. Этот дьявол источал ошеломляющий импульс, когда дьявольская цивы вырывалась из его тела. Без сомнения, этот дьявол был пиком конца 10 уровня царства бога-предка, однако эта группа людей серьезно ранила его. Судя по его ситуации, дьявол очень скоро падет. Эта группа была морским племенем мира Винтьян. Морской бог Фыныньин холодно наблюдала за битвой на расстоянии, пока предки и патриархи морского племени медленно истощали жизненную силу дьявола. Постепенно свет возбуждения начал сиять в глазах Фыныньин. За последние пару лет предки и патриархи морского племени постоянно охотились и убивали дьяволов, а она пожрала более 100 дьяволов, которые обладали кровью адского дьявола. В этот момент чистота родословной ее морского бога достигла апогея, после того, как поглотила эту вершину в конце 10 уровня крови адского дьявола, ее родословная морского бога была бы полностью пробуждена. Другими словами, она будет обладать магической силой родословной бога моря. Как только это произойдет, она сможет улучшить родословную таланта морского племени, что позволит пику 10 уровням царства бога предка прорваться в царство бога короля. Думая об этом, кровь Фыныньин ускорилась, и ее дыхание стало немного тяжелым. А-а-а-а. Внезапно дьявол заревел от боли, пробудив Фыныньин от ее грез. Она подняла голову и увидела, что предок семьи Фынфынцзенси только что пронзил мечом сердце дьявола. Кровь черного цвета брызнула на землю. Только поэтому можно сказать, что кровь этого дьявола содержала шокирующее количество энергии. Глаза Фыныньин сияли еще ярче, когда она смотрела, как предок семьи Фын наносит дьяволу еще один смертельный удар. Несмотря на это, предкам и патриархам морского племени потребовалось несколько часов, прежде чем они смогли убить этого дьявола. Фыныньин уже не могла сдерживаться, когда увидела, как дьявол рухнул на землю. Почти сразу же она появилась рядом с трупом дьявола. Она запустила секретную технику и положила обе свои ладони на голову трупа дьявола, когда она начала пожирать кровь адского дьявола. Черные точки света медленно поднимались над головой дьявола и проникали в тело Фыныньин через ее ладони. Вскоре кольца синего света вырвались из тела Фыныньин. Предки и патриархи морского племени лихорадочно смотрели на Фыныньин, когда она источала силу этого таинственного морского бога. Фынцзенси и остальные могли видеть, что сила морского бога моря Фыныньин полностью пробудилась. Прошел час. Черные точки, которые были кровью дьявола, постепенно уменьшались, в то время как голубая рябь света от тела Фыныньин становилась все сильнее. Сила родословной морского бога становилась все сильнее. В какой-то момент сила морского бога Фыныньин достигла пика, как вулкан, внезапно извергающийся после миллиона лет сна. Грохочущий смех раздался в воздухе, как рев древнего божественного зверя, сотрясая небо и землю. Синий свет от ее тела взлетел до девятого неба, проникая сквозь плотную дьявольскую ци над полем битвы с экстерриториальным дьяволом. Огромные тени, источающие божественную мощь, появились над головой Фыныньин. Это – тени поколений бога моря. Родословная бога теперь полностью пробудилась. Предки и патриархи морского племени восторженно восклицали и смеялись. Подобно тому, что говорили предки этого морского племени, родословная морского бога Фыныньин, действительно, полностью пробудилась. В тот самый момент, когда родословная морского бога Фыныньин полностью пробудилась, сфера ее совершенствования начала расти в геометрической прогрессии. Когда сила родословной морского бога Фыныниен была полностью пробуждена, энергия вырвалась, слившись ее божеством и телом морского бога. Сфера совершенствования Фыныниен первоначально находилась в начале второго уровня царства бога предка, но она быстро достигла пика раннего второго уровня, середины второго уровня, пика середины второго уровня, конца второго уровня, затем пика в конце второго уровня царства бога предка. Наконец, ее совершенствование перестало расти в начале третьего уровня царства бога-предка. Фыныньян открыла глаза, ее зрачки напоминали два синих кристалла цвета моря. Госпожа морской бог, поздравляю с полным пробуждением родословной, поздравляю морского бога. Предки и патриархи морского племени опустились на колени и фанатично похвалили ее. Фыныньян кивнула и сказала, вы все можете подняться, теперь мы должны искать подходящее место. Я начну улучшать вашу родословную. Как только предки успешно прорвутся в царство бога-короля, мы вернемся в мир Виентьян. Все с уважением подчинились. Предок Года сделал шаг вперед. Он дружелюбно улыбнулся, сказав, когда мы вернемся в мир Виентьян, мы завоюем его. Смею предположить, что сначала мы должны напасть на материк удачи, захватить Хуан Сиалуна в качестве раба для морского бога. Хуан Сиалун может быть рабом госпожи. Ему повезет и он будет благодарен за то, что он станет рабом, заявил патриарх Гоши. Группа морского племени вскоре покинула это место, когда они начали искать укромное место, чтобы улучшить свою родословную и талант. Хуан Сиалун, естественно, не знал о планах морского племени. Несколькими днями позже Хуан Сиалун прибыл в город Длинного Солнца. Штаб секты песчаных волн был расположен дальше на юг, в пустыне волны ветров на южной оконечности материка Длинного Солнца. Войдя в город Длинного Солнца, группа Хуан Сиалуна случайно прогуливалась по улицам. Чжен Гуавин шел рядом с Хуан Сиалуном. Он тактично взял на себя роль гида и начал знакомить Хуан Сиалуна с достопримечательностями города Длинного Солнца. Да, разве это не великий старейшина Чжен Гуавинь? Вы вернулись? Так где же ваш лидер секты? Молодой человек, возглавляющий группу людей, издевался над Чжен Гуавинем с противоположной стороны улицы. Когда Чжен Гуавинь увидел эту группу, его брови нахмурились, но он быстро объяснил Хуан Сиалуну. Его зовут Чень Ван Ли, третий ученик Цаофана. Пятый уровня царства бога предка, довольно хороший талант, и у нас с ним конфликт. Хуан Сиалун кивнул. Ученик предка Цаофана секты песчаных волн. Хуан Сиалун просто проигнорировал Чень Ван Ли и собирался пройти мимо них. Но Чень Ван Ли вытянул руку и заблокировал путь Хуан Сиалуна. Глава 1345. Невежественный парень Чень Ван Ли злобно посмотрел на Хуан Сиалуна краем глаза. В его голосе чувствовалась жажда крови, когда он сказал. Малыш, кто ты такой? Но вскоре его взгляд переместился на Фуан Сиалуна, которая была на шаг позади Хуан Сиалуна. Это твоя служанка? Неплохой личико. Одолжи ее этому молодому мастеру на пару дней. Я верну ее тебе через два дня. Его глаза были прикованы к груди Фуан Сиалуна. Как только Чень Ван Ли закончил говорить, фигура замерцала. Фуан Сиалуна ударила Чень Ван Ли по левой щеке. Чень Ван Ли был сбит с ног, кровь и зубы полетели изо рта. Чень Ван Ли был одновременно шокирован и разгневан, яростно уставившись на Фуан Сиалуна. Фуанер будет такой сильной, как она может быть высокого уровня царства бога-предка. Молодой лорд Чень. Люди, следующие за Чень Ван Ли, в шоке вскрикнули и неуклюже поспешили к нему. Джен Гуавань, лучше объяснись передо мной. Взревел Чень Ван Ли, отталкивая собравшихся вокруг него людей, и изо всех сил пытался встать на ноги. Его острый взгляд был полон желания убить, и он был устремлен на Хуан Сиалуна. Лорд поместья, ты думаешь, Джен Гуавань проигнорировал угрозу Чень Ван Ли и вместо этого поинтересов. Интересовался мнением Хуан Сиалуна о том, как поступить с Чень Ван Ли. Когда Чень Ван Ли услышал «Лорд поместья», он глупо посмотрел на Джен Гуавеня и повторил «Лорда поместья». Похоже, Джен Гуавань следовал приказам этого черноволосого молодого человека. Может быть, Джен Гуавань и другие. Чень Ван Ли внимательно посмотрел на других членов группы великих старейшин секты песчаных волн. Вскоре он понял, что все эти великие старейшины секты песчаных волн почтительно стояли за этим черноволосым молодым человеком. Они выглядели так, будто едва осмеливались дышать. «Схватите его, мы отправимся в секту песчаных волн после того, как набьем свои животы», — равнодушно приказал Хуан Сиалун. Гей с уважением приступил к выполнению. Он без всяких усилий схватил Чень Ван Ли, используя силу его ладони. Затем он закинул Чень Ван Ли через плечо, как мешок с картошкой. Подчиненные Чень Ван Ли бросились в Ги, но они были отброшены назад одним лишь ударом ладони от Ги, даже прежде, чем они смогли приблизиться. Хуан Сиалун и другие ушли, как будто ничего не случилось. Ненависть и ярость взлетели в сердце Чень Ван Ли, когда он уставился на Джен Гуавеня, Чень Чжена и остальных великих старейшин секты песчаных волн. Он стиснул зубы и плюнул. Вы все смеете предать секту песчаных волн и служить этому маленькому ублюдку. Вы только что подписались на смерть. Джен Гуавень, если бы вы все сейчас убили этого панка и освободили меня, я бы умолял моего мастера от вашего имени. При этих словах маленькая корова, зверь Сюй Байшин и другие разразились смехом. Они смотрели на Чень Ван Ли, как на идиота. Чень Ван Ли в ярости закричал. Джен Гуавень, ты ищешь смерти. Хуан Сиа Луна холодно угрожал. Если он еще раз закричит, отрежьте ему язык. Да, лорд усадьбы. Гнев Чень Ван Ли усилился от слов Хуан Сиа Луна. Как раз когда он собирался взреветь на Хуан Сиа Луна, он увидел пронзительный взгляд. Ги этого было достаточно, чтобы заткнуть его рот, и он больше не осмеливался произносить звука. Некоторое время спустя группа Хуан Сиа Луна вошла в один из самых больших ресторанов в городе Длинного Солнца. После того, как их заказ был подан, все наслаждались тем, как ароматное вино потекло в их чашке. Божественная сила Чень Ван Ли была запечатана, а затем он был брошен в угол. Его лицо стало зеленым, когда ароматные блюда и вино пронесли у него перед носом. Однако он был достаточно умен, чтобы спокойно сидеть в углу. После того, как всех накормили и напоили, кроме Чена Ван Ли, они снова полетели к штаб-квартире Песчаных Волн. В то время как группа Хуан Сиа Луна летела в направлении штаб-квартиры Секты Песчаных Волн вместе с захваченным Чень Ван Ли, подчиненные Чень Ван Ли уже сообщали об этом старейшинам Секты Песчаных Волн. Сообщение было передано трем предкам. Когда Цаофан и два других предка услышали отчет, все трое предков были поражены. Вы говорите, что Чжен Гуавинь, Чень Чжен и другие предали Секту Песчаных Волн, чтобы служить черноволосому молодому человеку? С сомнением спросил Цаофан, глядя на старейшин Секты Песчаных Волн, которые только что доложили ему. Это так, предок Цаофан. И эта группа людей захватила в качестве заложника младшего брата Ван Ли. С уважением ответил один из старейшин. Об этом сообщают его ученики. Во время этого инцидента они были с младшим братом Ван Ли и были свидетелями всего этого. Цаофан и два предка обменялись молчаливыми взглядами. Что вы оба думаете об этом? Выражение лица Цаофана было немного уродливым, когда он спросил у двух других предков их мнение. Один из предков, предок Бен Цишунь, торжественно сказал. Есть что-то странное в этом деле. Чжен Гуавинь, Чень Чжен и остальные были теми, кто последовал за вождем Секты на поле битвы с экстерриториальным дьяволом. Вождь Секты еще не вернулся, в то время как Чжен Гуавинь и остальные, как говорят, подчинились черноволосому молодому человеку. Кроме того, они действительно вернулись сюда? Цаофан спросил нескольких старейшин. Чжен Гуавинь и другие все еще в городе Длинного Солнца? Один из старейшин поспешил ответить. Нет. Они уже покинули город Длинного Солнца, и теперь они летят сюда в штаб-квартиру Секты Песчаных Волн вместе с младшим братом Ван Ли. Они идут в штаб нашей Секты Песчаных Волн, Цаофан и двое других предков обменялись сомнительными взглядами. Да, внезапно тяжелая тишина окутала зал. Сколько человек в их группе, и сколько у них сил? Спросил Длин Цишунь. Кроме Чжен Гуавиня, Чень Чжена и других великих старейшин в их группе восемь демонических зверей. Сила этих зверей колеблется от низкого до среднего уровня царства бога-предка. Есть еще три человека, одна женщина и двое мужчин. Скорее всего это телохранители черноволосого молодого человека. Предполагается, что они мастера высокого уровня царства бога-предка. Один из мужчин смог легко поймать младшего брата Ван Ли, сообщил один из старейшин. Хайм Им Им, Чжен Гуавиня, те предатели осмелились пойти в штаб-квартиру Песчаных Волн. В глазах Цаофана хлынуло холодом. Но для чего они идут в штаб-квартиру нашей Секты? Дэн Цишунь выразил сомнение в своем сердце. Мы узнаем, когда они придут, ухмыльнулся Цаофан, и его тело пронзило намерение убивать. Поскольку они осмелились прийти сюда, у них должен быть какой-то козырь, заявил другой предок. Цаофан усмехнулся. И что, я не верю, что с ним есть мастер царства бога-короля? Конечно, даже если у них есть ранний мастер первого уровня царства бога-короля, мы все равно сможем подавить его с помощью нас троих и великой формации Секты Песчаных Волн. Сила великой формации непостижима для таких младших, как Чжин Гуавинь. Несколько часов спустя, старейшины Секты Песчаных Волн сообщили, что Чжин Гуавинь, Чин Чжин и остальные великие старейшины, а также черноволосый молодой человек достигли их края. Давай выйдем. Я хотел бы посмотреть, есть ли у этого черноволосого молодого человека шесть рук и три головы. Глаза Цаофана мерцали. Мгновение спустя он порвал пространство и исчез из зала вместе с Дэн Цешунилие. В это время Хуан Сиалун, Зверь Сюйбайшин и другие находились недалеко от штаб-квартиры Песчаных Волн. Хотя штаб-квартира Песчаных Волн была построена в пустыне, окружающий радиус в столе был преобразован в зеленый оазис Секты Песчаных Волн. Везде были духовные цветы и духовные деревья. Секта Песчаных Волн действительно знает, как выбрать хорошее место. Это не будет плохой идеей совершенствоваться здесь, как только мы победим Секту Песчаных Волн. Хуан Сиалун пошутил с Фынер и другими. Хуан Сиалун обнаружил, что под землей была естественная духовная жила, и она была как минимум шестого уровня. Хайм Им Им. Захватить нашу Секту Песчаных Волн? Невежественный младший. У тебя довольно дерзкий тон. Внезапно на пути группы Хуан Сиалуна вспыхнул свет, и появились Цаофан, Дэн Цешунилие. Наконец из штаб-квартиры Секты Песчаных Волн выбежало море людей. Это были старейшины Секты Песчаных Волн. Глава 1346. Похороню тебя вместе с моим учеником мастер. Наконец Чинь Вань Ли смог закричать. Джин Гуэ Вань, Чинь Джин и другие предали Секту Песчаных Волн. Арестуйте их всех и предайте смерти. А еще этот ублюдок и его группа. Разорвите их на миллион кусков. Чинь Вань Ли яростно посмотрел на Хуан Сиалуна, его глаза наполнились ненавистью. Если бы взгляды могли убивать, он бы разорвал Хуан Сиалуна на несколько миллионов кусочков. Генес Чинь Вань Ли на его плече всю дорогу от города длинного солнца, как клоуна на параде, что превратило Чинь Вань Ли в посмешище. Смеющиеся лица экспертов других сил были все еще живы в его уме. Он возместит это унижение тысячекратно. Но Чинь Вань Ли едва закончил изливать свою ярость, когда в руки Гии появился меч. Легким движением его запястья меч пронзил лицо Чинь Вань Ли. Кровь потекла изо рта Чинь Вань Лу, когда Гии отрезал ему язык. Цаофан, Дэн Цишунь Ли и старейшины Песчаных Волн были возмущены действиями Гии. Желание убивать вспыхнуло в глазах Цаофана. Враг осмелился навредить его ученику прямо перед ним. Это было совершенно неуважительное отношение к нему. Нарываешься, взревел Цаофан. Сила в его кулаке непредсказуемо загрохотала, как песчаная буря. Никто не мог догадаться, откуда будет удар. Гии холодно фыркнул. В мгновение ока, когда его кулак развернулся, поднялся призрачный туман, образовав многочисленные призрачные тени, покрывавшие небо. Вам громовые удары сотрясали воздух, и страшные ударные волны разлетелись в четырех направлениях. Духовные цветы и духовные деревья в непосредственной близости были выкорчеваны, а земля задрожала. Гии отступил на несколько шагов, прежде чем восстановил равновесие. Несмотря на то, что совершенствование Цаофана было на пике конца десятого уровня царства бога предка, сила Гии в последние годы резко возросла, и его боевая мощь была выше среднего уровня совершенствования, поэтому его общая сила была не слабее, чем Цаофан. После того, как Гии успешно выдержал удар Цаофана, Цаофан, Денцишунилие были искренне шокированы. Итак, ты поздний десятый уровень царства бога предка, неудивительно, что ты осмелился вести себя так высокомерно. Выражение лица Цаофана стало холоднее, когда его взгляд скользнул по зверю Сюибайшину, Фэнергиер. Затем он сказал, похоже, что вы все позднего десятого уровня царства бога предка. Поскольку зверь Сюибайшин, Фэнергиер скрывали свою силу с помощью секретных методов, Цаофан, Денцишунилие не смогли определить их точные культвиации. У Денцишуна тоже было ужасное выражение лица, когда он строго посмотрел на Хуан Сиалуна. Малыш, даже если у тебя есть четыре мастера позднего десятого уровня, это не значит, что ты можешь атаковать нашу секту песчаных волн. Я даю тебе один шанс. Сначала освободи Ванели, затем давай нам тысячу духовных таблеток Хаоса и сто духовных камней шестого класса в качестве компенсации. И наконец, передай этих предателей, которые будут наказаны нашей сектой песчаных волн. Или иначе, эта пустыня станет твоей могилой. Зверь Сюибайшин, Гейгер, а также несколько духовных зверей Хаоса безудержно засмеялись. Хуан Сиалун и маленькая корова покачали головами. Денцишун холодно посмотрел на них. Вы не согласны? Вот что я тебе скажу, малыш, ты думал, что мы согласимся? Маленькая корова спросила в ответ. Малыш, Денцишун и другие были ошеломлены. Денцишун все еще кипел гневом, когда Хуан Сиалун сказал. Разве вы все не задавались вопросом, почему Лян Лувань, Лян Минджи и другие не вернулись до сих пор? Цаофан, Денцишун, Лие и старейшины секты песчаных волн на мгновение замерли. Вы взяли нашего вождя секты и молодого лорда в заложники? Строго потребовал ответа Лие, в его голосе было небольшое колебание. Или вы забрали их жизни? Зверь Сюибайшин засмеялся, когда он ответил. Правильно, ваш вождь секты и молодой лорд уже убиты нами. Что? Испуганно воскликнули старейшины секты песчаных волн. Предки, убейте их. Отомстите за нашего начальника секты. Убейте их, убейте их всех. Старейшины секты песчаных волн сердито закричали. Цаофан, Денцишун и Лие переглянулись, и трое из них одновременно образовали странную печать своими руками. Сразу же из-под земли в небо вырвались страшные волны мечацы. Все трое активировали великую формацию секты песчаных волн, формирование меча выживания. Лорд усадьбы, берегись. Фенер появилась рядом с Хуан Сиалуном. Она отбивала мечи, вылетавшие из-под земли. Ги и Гиер также помогали ей. Однако лучи мечацы были бесконечными. Они покрывали более 10 тысяч ли в радиусе. Чинь Ванели злорадствовал, когда почувствовал некоторую панику в группе Хуан Сиалуна в связи с внезапным появлением формации меча секты песчаных волн. Его лицо исказилось, но в этот момент дюжина мечейцы из-под земли пронзили его тело. Его глазные яблоки вырвались наружу, когда он смотрел на окровавленные дыры в его теле. Свет в его глазах постепенно потускнел и исчез. Ванели выкрикнул Цаофан из-за пределов великого формирования, когда увидел, как его ученик Чинь Ванели пронзен дюжиной лучейцы и его тело упало на землю. Я хочу, чтобы они умерли, убейте их. Цаофан пришел в бешенство. Божественная сила вырвалась из его тела, энергично перетекая в формирование меча. Количество мечейцы, выброшенных из-под земли, сразу стало плотнее. Хуан Сиалун повернулся к Сюйбайшину, который защищал его и сказал, «Не нужно беспокоиться обо мне, иди и сломай формацию». В считанные секунды несколько духовных зверей Хаоса получили серьезные травмы. Если бы это продолжалось, эти духовные звери Хаоса погибли бы в следующие несколько секунд. Великая формация секты песчаных волн превышала оценку Хуан Сиалуна. Согласно предыдущему описанию Чжингу Авиня и Чиньчжина, Великая формация секты песчаных волн не должна была быть такой мощной. Казалось, что они не знали о действительной силе Великой формации. Разбить формацию? Лицо Цаофана исказилось, когда он хмыкнул. Эта формация меча была создана нашими предками царства бога короля. Следовательно, даже первый уровень царства бога короля не сможет сломать его. Все вы сегодня будете похоронены вместе с моим учеником. Цаофан, Дэн Цешунилие увеличили мощность формации до полной меры. Кроме того, даже старейшины секты песчаных волн внесли свою божественную силу в формирование. Однако, прямо в это время, зверь Сюй Байшин издал громкий рев. Он вырос в несколько сотен раз в мгновение ока прямо на глазах у всех. Его импульс взлетел и разъедающая дьявольская ци выскользнула из его тела, как цунами. В последствии Сюй Байшин прижал свой коготь к земле. Бам! Земля треснула и рассыпалась. Приглушенные взрывы донеслись из-под земли, как будто что-то постоянно взрывалось. Формация меча, покрывающая радиус более 10 тысяч ли, внезапно рассеялся, как туман. В то же время Цаофан, Дэн Цешунилие, а также все старейшины песчаных волн были отброшены подавляющей силой. Песок в пустыне под ними был окрашен в красный цвет. Их кровь блестела на солнце. Цаофан и остальные отлетели в искусственную холмистую местность внизу, разрушая красивые пейзажи. Хуан Сиалун был искренне рад тому, что Сюй Байшину удалось сломать великий массив секты песчаных волн. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на трех предков. Цаофан вылез из кучи камней. Он посмотрел на зверя Сюй Байшина. Он был в шоке и заикался. Ты мастер бог царства бога короля. Более того, второй уровень царства бога короля или выше. Глава 1347. Кристалл души небесного медведя Дэн Цэшунь Лии и старейшины песчаных волн поднялись с земли. Они выглядели испуганными. Все их было направлено на зверя Сюй Байшина. Второй уровень царства бога короля. За последние два года, под воздействием источника голубого призрака и многочисленных духовных таблеток хаоса, сила дьявольского зверя Сюй Байшина восстановилась еще больше. В настоящее время его культивирование было на пике позднего второго уровня царства бога короля. Хуан Сиалун сел на маленькую корову и подошел к Цаофан. Дэн Цэшунь Лии также были неподалеку. Хуан Сиалун начал со своей обычной отчужденности. У тебя есть один шанс, покорись мне или умри. У вас троих есть две минуты, чтобы подумать об этом. Лица Цаофан, Дэн Цэшунь Лии напряглись от гнева. Их выражения никогда не были такими безобразными. Мне не нужны твои две минуты. Это полная чушь. Убей меня, если хочешь. Подчиняться простому десятому уровню царства древнего бога, ничто иное, как шутка. Цаофан ядовито уставился на Хуан Сиалуна и добавил. Даже если ты убьешь меня сегодня, однажды мой аватар отомстит за меня. Это так? Небрежно сказал Хуан Сиалун. Затем он сказал зверю Сюй Байшину. Раз он хочет умереть, исполни его желание. Лицо Цаофана явно побледнело. Этот черноволосый парень действительно убьет его. Да, мастер, сказал морозный голос Сюй Байшин. Мастер Цаофан, Дэн Цэшунь Лии и остальные члены секты Песчаных Волн решили, что они неправильно поняли Хуан Сиалуна. Гигантский коготь Сюй Байшина в мгновение ока упал на Цаофан, как маленькая гора. Цаофан открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но прежде чем слова смогли выйти, он был безжалостно раздавлен когтем Сюй Байшина. Земля задрожала и по ней поползла паутина трещин. Дэн Цэшунь Лии отступили в панике. Он все еще жив? Удивился Сюй Байшин. Цаофан все еще дышал, даже когда его тело взорвалось. Хуан Сиалун заглянул в яму. Это было божество Цаофана. Божество Цаофана на самом деле был высшего императорского ранга. Более того, он был божеством, известным своей мощной защитой, божеством чрезвычайной чистоты. Дьявольский зверь Сюй Байшин ударил еще раз. Его разъедающая дьявольская ци собралась в разъедающее дьявольское пламя, и он ударил по божеству Цаофана. Мгновенно раздался душераздирающий крик, но он длился всего несколько секунд. Теперь он мертв. Дэн Цэшунь Лии и другие старейшины из песчаных волн были смертельно бледны после того, как Цаофана безжалостно убили перед ними. В следующую секунду Дэн Цэшунь Лии увидели корову, берущую божество Цаофана, а затем она сделала нечто, что ошарашило их обоих. Корова положила божество Цаофана в рот и раздробила его на куски. Не так уж плохо, прокомментировала маленькая корова, продолжая жевать, как будто это было что-то вкусное. Дэн Цэшунь Лии и другие хотели бы, чтобы они могли упасть в обморок на месте. Это действительно корова, а не какой-то свирепый зверь великого тумана. Хуан Сиолун молча взглянул на маленькую корову. Затем он повернулся и уставился на Дэн Цэшуна. Теперь у вас есть две минуты, чтобы подумать. Либо подчинитесь мне как Дженгу, а вы не Чинь Джен, либо умрите. Выбор за вами. Конечно, если вы подчинитесь мне, вы все равно сможете оставаться предками песчаных волн и обладать той же властью. Дэн Цэшунь и Лии оба не ожидали этого. Все еще имеют такой же авторитет в секте песчаных волн. Это заставило их поколебаться. Гии начал считать. 120, 119, 118. Хорошо, я готов подчиниться. Дэн Цэшунь наконец согласился к тому времени, когда Гии насчитал 70. Но его лицо сморщилось от гнева, когда Хуан Сиолун приказал ему открыть барьер его души. Видя его реакцию, Дженгуа Вань, Чинь Джен и другие великие старейшины с горечью убедили Дэн Цэшуна. В конце концов, Дэн Цэшунь смягчился и открыл защитный барьер своей души, который позволил червям Великого Тумана Хуан Сиолуна плавно слиться с его божеством. Лии был следующим в очереди после Дэн Цэшуня. Имея в качестве примеров Дэн Цэшуня и Цаофона, Лии также решил подчиниться Хуан Сиолуну. Впоследствии это были череды старейшин секты песчаных волн. Несмотря на то, что некоторые из старейшин песчаных волн не желали, они не могли сопротивляться. «Окружите пустыню и ищите аватары Цаофона и Чинь Ваньли», приказал Хуан Сиолун Дэн Цэшуню Илье. Хотя аватары Цаофона и Чинь Ваньли не вызовут большой волны, было бы лучше искоренить все неприятности до конца. Да, лорд усадьбы. Дэн Цэшун с уважением подчинился. Он приказал, чтобы старейшины секты песчаных волн заблокировали пустыню, а также охотились за аватарами Цаофона и Чинь Ваньли. «Ты, веди меня в сокровищницу песчаных волн». Хуан Сиолун сказал Лии. Он с уважением подчинился, затем повернулся, чтобы привести Хуан Сиолуна в сокровищницу их секты песчаных волн. Хуан Сиолун последовал за Лии на маленькой корове, за ним последовали Фэнер, Ги, Гир, Сюйбайшин и группа духовных зверей Хаоса позади него. Что касается Чжин Гуавина, Чинь Чжина и остальных великих старейшин секты песчаных волн, Хуан Сиолун пригласил их сопровождать Бэн Цэшуна, чтобы покончить с аватарами Цаофона и Чинь Ваньли. Через полчаса, пролетев сквозь ограничительные массивы, группа Хуан Сиолуна прибыла в центральную зону секты песчаных волн. Хотя сокровищница песчаных волн была окружена многочисленными ограничительными формированиями, они не столкнулись с какими-либо трудностями на пути под руководством Лии. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться до сокровищницы песчаных волн. В сокровищнице песчаных волн были огромные стальные двери. Даже без указания Хуан Сиолуна Лии взял на себя инициативу деактивировать ограничительные элементы, расположенные на стальной двери, и открыл их. Затем он отступил в сторону, жестом приглашая Хуан Сиолуна войти. Хуан Сиолун, Фынер и другие вошли внутрь. В тот момент, когда Хуан Сиолун вошел в сокровищницу песчаных волн, они натолкнулись на обширную равнину. Над равниной было море хрустальных шаров размером с футбольный мяч. Внутри каждого хрустального шара были горы духовных трав, божественных таблеток, духовных камней, божественных доспехов и другие божественные артефакты. Хотя Хуан Сиолун и другие ожидали, что сокровищница секты песчаных волн окажется богатой после почти 100 миллионов лет накопления, они все еще были поражены увиденным. Но маленькая корова казалась равнодушной, когда она неспешно прогуливалась по равнинам. Золотые цветы, гонодерма черного пламени. Хуан Сиолун остановился, увидев внутри один из хрустальных шаров. Было несколько сотен видов духовных духов хаоса, и два из них он давно искал. Хуан Сиолун с трудом контролировал его волнение. В сокровищнице песчаных волн есть золотой цветок, и даже гонодерма черного пламени. Другими словами, он наконец-то получил все травяные ингредиенты для создания таблетки черной души. Внезапно маленькая корова отреагировала так, словно увидела несравненное сокровище. Она была полна волнения, когда она полетела к хрустальному шару в полосе света. Ее действия разожгли любопытство Хуан Сиолуна и других. Они смотрели в хрустальный шар, и внутри...